Руслан Жуковец. Наука духовного роста. Часть первая. Психологическая. Грани осознания. Существуют разные точки зрения на процесс духовного преображения. В том, что касается осознания себя, есть две конфликтующие точки зрения. Одна из них заключается в том, что полное самоосознание происходит внезапно, как взрыв, и приводит к так называемому просветлению. Так, например, подходит к этому вопросу в дзен. Соответственно, своей теорией пробуждения они работают, используя техники подготовки к тому моменту, когда мастер создает ситуацию, в которой ученик моментально сделается просветленным. Наряду с этим существует и другой подход, где пробуждение рассматривается как поступательный процесс, растянутый на годы. В практике такого рода ученик постоянно стремится быть осознанным в любой ситуации и в любом действии. Первый подход требует наличия мастера и проживания в монастыре, чтобы быть доступным для общения с ним в любой момент. Во втором, присутствие мастера не является обязательным условием. Ученик вполне может работать самостоятельно, используя для самоосознания ситуации, преподносимой ему жизнью. Преимущества второго подхода в условиях современной жизни очевидны. Действительно, в ситуации, когда человек не может позволить себе оставить работу и семью, методы постепенного взращивания осознанности оставляют ему хоть какую-то надежду на изменение собственного бытия. Иначе современные люди обречены на пожизненное, довольно жалкое существование, в котором одна механическая эмоциональная реакция сменяет другую и источником страдания оказывается не внутреннее состояние человека, а нехватка денег. Тогда для людей не остается иного выхода, кроме бесконечного лечения у психотерапевтов и психиатров. Я не люблю слово «просветление». Благодаря всем видам проходимцев от духовности оно потеряло свой первоначальный смысл. И чем больше я вижу просветленных мастеров, тем меньше мне хочется говорить о просветлении. Как понятие, оно стало слишком искаженным и, если угодно, мутным. Поэтому, не желая бороться с теми, кто считает себя просветленным, я стараюсь его не употреблять. Тем не менее, понятие постепенного просветления возникло не вчера, задолго до того, как просветление превратилось в предмет потребления и торговли. И в этой концепции, естественно, можно различать некоторые этапы, закономерности. Рост осознанности может проявляться по-разному, но, так или иначе, он ощущается как увеличение присутствия в себе, некой центрированности, которая неизменно в сравнении с постоянно меняющейся периферией. Другими словами, степень неотождествленности с телом, эмоциями или мыслями есть показатель осознанности человека. Все люди отождествлены со своим телом, и это понятно, ведь именно благодаря ему они существуют на данном уровне бытия. Тело – проводник для нашего сознания, и существование в нем есть единственный способ оставаться в этом мире. Чувствовать и осознавать свое тело – это прекрасно, особенно тогда, когда оно полно энергии. Несколько иначе обстоит дело тогда, когда в нем нет энергии, зато ощущаются сплошные дискомфорты. Отождествляясь с этими дискомфортами и болезненными ощущениями, человек сталкивается с тем, что испытывать их неприятно, точнее, что он не хочет их чувствовать, то есть не хочет их осознавать. Тогда он берет обезболивающее, обращается к доктору или уходит от проблем в теле каким-нибудь привычным для себя образом. Образуется парадокс – чем осознаннее становится человек, тем сильнее и лучше он чувствует свои проблемы в теле, если они есть. Стараясь избежать их, он фактически отказывается от осознанности. А желание не испытывать боли и страх смерти приколачивают человека к своему телу прочнее, чем Иисус был приколочен к кресту. Люди, привязанные к телу, привязываются ко всему, что с ним связано. Как обеспечить себе хорошее самочувствие? Как жить долго? Как не болеть? Эти вопросы становятся актуальными и занимают умы миллионов людей. Отождествление с телом подчиняет себе все ресурсы человеческого существа. В общем, эти вопросы могут даже выглядеть очень важными, если принять как данность то, что тело – это наша единственная и окончательная реальность. Такой подход свойственен людям. Очень часто они заботятся о сохранности внешнего вида книги больше, чем о понимании ее содержания. Поэтому они беспокоятся о диетах, но не о состоянии энергии своего тела. Они хотят дышать свежим воздухом, не заботясь о том, как они им дышат. Когда тело становится самой важной составляющей в системе ценностей человека, то оно превращается в источник бесконечных забот. Спорт, здоровый образ жизни, подтяжки лица и, да, чуть не забыл, сексуальность вносят в жизнь человека много радости и печали. А желание сохранить жизнь в теле как можно дольше вносит огромное напряжение во все, что касается жизни в нем. Все проблемы в разных уровнях человеческих энергий связаны с напряжением. Пока человек жив, определенная степень напряжения всегда существует в его теле. Это базовый тонус мышц и тонус автоматически работающих систем, кровеносный, пищеварительный и прочих. Когда человек выполняет какую-нибудь работу, то следствием этого может стать возникновение зон напряжения в мышцах, которых не было до ее начала. Если мышца работает динамически, то есть попеременно, то сокращается, то расслабляется, то проблем не возникает. Даже за секундный период расслабления она успевает восстанавливаться. Если же мышца работает статически, то есть она напряжена пусть не очень сильно, но долго, то тогда она как бы забивается и в ней образуются очаги уплотнений, нарушающих ее возможности и сокращения, и расслабления. Это, например, происходит при работе за компьютером, когда внимание человека полностью отождествлено с тем, что он видит на экране монитора, а тело забыто. Просидев в одной позе несколько часов, человек получает в награду ряд очагов напряжения в мышцах спины и шеи, которые в последующем смогут стать основой явления, которое в современной медицине обозначается термином остеохондроз. При этом те люди, чье осознание тела невелико, а отождествление с внешними объектами сильное, не чувствуют этих напряжений до того момента, пока они не дадут о себе знать острой болью. Человек, осознающий свое тело, почувствует их значительно раньше и сможет предупредить такое развитие ситуации, просто изменив позу или самым банальным образом потянувшись. Даже короткое расслабление мышц, находящихся в статической нагрузке, позволяет им восстанавливаться и сохранять работоспособность. Но это все, как говорится, механика. Статические напряжения, получаемые человеком во время различных физических действий, дают в худшем случае проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Всякие там боли в спине и суставах. Другие, более тонкие напряжения, приходят к нам с уровня эмоций и ума. Эти уровни и сами по себе тоньше физического тела. А поскольку именно оно живет и действует в физическом мире, то вполне закономерно, что именно в теле отражается все, что происходит с умом и эмоциями. Наше эмоциональное тело устроено таким образом, что эмоция возникает в нем как реакция на мысли и желания, продуцируемые умом. Если эмоция не подавляется, то она через некоторое время исчерпывает свою энергию и исчезает. Если же человек подавляет ее, не желая того, чтобы окружающие заметили его чувства, то свободное течение энергии блокируется. Этот процесс напоминает засор водопроводной трубы. Чем уже становится ее просвет, тем сильнее давление на стенки. Так и здесь выраженная эмоция создает давление в теле, проявляющееся в виде напряжения мышцы в определенных зонах. То есть, если у человека нет подавленных эмоций, то у него отсутствуют напряжения, связанные с ними. Однако в силу обстоятельств жизни в обществе, а также последствия воспитания, каждый человек несет в себе по меньшей мере подавленный страх. И чем его больше, тем больше отождествления с физическим телом. После рождения человек учится управлять тем, что ему дано, телом, потом умом и эмоциями. Он исследует их возможности и пытается применять их на практике. В том, что касается физического тела, то есть одним из первых знакомств, становится знакомство с дискомфортами, холод, голод и так далее. А потом уже с болью. Сначала боль имеет свои корни в физиологии, прорезывающиеся зубы, расстройство пищеварения и прочее. Затем следует опыт получения боли при падении или подзатыльнике. Так или иначе, страх физической боли закрепляется в бессознательном человека довольно рано. Можно говорить о том, что этот страх полезен в качестве ограничителя, способствующего самосохранению и выживанию человека. И так и есть. Но он же способствует фиксированию формулы «я боюсь боли и не хочу испытывать ее ни при каких обстоятельствах». Во взрослом возрасте этот страх порождает множество других страхов и становится источником постоянного фононапряжения, которое то спадает, то усиливается в зависимости от обстоятельств, в которых человек пребывает в данный момент. Отождествление с этим страхом укрепляет отождествление с телом и наоборот. Образуется порочный круг, из которого бывает непросто выбраться. Материалистическая наука с ее успехами в исследовании нейрофизиологии мозга довершила дело, объяснив, почему и как думают люди, а космонавты доказали, что Бога нет. И у бедного человечества остается только два выхода очевидных для ума. Либо сделать целью своей жизни здоровье и долголетие, обычно этим почему-то озабочены правительства разных стран, либо сказать себе «жизнь коротка, плюнь на все и наслаждайся». Итак, страх, что телу будет причинен непоправимый вред, приводит к углублению отождествления с ним. А контроль этого страха создает напряжение, отражающееся на теле. Возникает замкнутый круг, где человек, прислушиваясь к своим ощущениям, питает эмоцию страха, а та, в свою очередь, заставляет его снова и снова обращать все свое внимание на них. Это крайняя ситуация, и она уже свидетельствует о наличии невроза, но так или иначе, в той или иной форме с ней сталкивается каждый. Страх, возникающий во время болезни или боли, взявшийся неизвестно откуда, известен любому человеку. С каждым новым приступом страха отождествление сознания с телом становится все крепче. Попытки осознавать себя прямо, как правило, терпят провал, поскольку страх отбрасывает внимание назад в состояние отождествления. Дискомфорты, возникающие в теле на фоне подавления собственных энергий, убеждают человека в том, что опасность для его жизни реальна. Лечение тела дает эффект до первого эмоционального стресса, после которого все дискомфорты возвращаются. Подавление эмоций с помощью транквилизаторов дает такой же временный эффект, поскольку через некоторое время происходит привыкание и они перестают действовать, а бесконечно наращивать дозировку невозможно. Таким образом, воздействие на тело на уровне тела выглядит не очень эффективным способом решения проблем. Многие люди пытаются уйти от напряжения с помощью прокачки мышц физическими нагрузками. Занятие йогой, фитнесом, бег трусцой, плавание в бассейне, бодибилдинг – вот через что люди надеются изменить свое состояние. И такой подход до определенной степени работает. Действительно, часть поверхностного напряжения, имеющегося в теле, уходит во время этих занятий. Однако глубокие мышечные напряжения никуда не одеваются, иногда они начинают расти, когда накачивают именно зону их расположения. В конце концов, это отрицательно сказывается на организме, но довольно долго физические упражнения могут служить компенсацией внутреннего напряжения. Немало людей используют алкоголь в качестве универсального обезболивающего и расслабляющего средства. Небольшие дозы его действительно способствуют расслаблению тела и снятию дискомфортов. В больших дозах он снимает эмоциональный контроль, и люди изливают друг на друга гнев, печаль, тревогу, в общем, все, что подавлено. Такая разгрузка бессознательного помогает им продолжать контролировать себя. Но плохое самочувствие на утро и чувство самоосуждения отравляют весь процесс. И физкультура, и пьянство имеют свои положительные и отрицательные стороны, но в одном они сходятся. Как средство компенсации человеческого напряжения, они помогают лишь отчасти, создавая порой побочные, весьма значительные проблемы. Зацикленность на теле, привязанность к нему, как единственно возможному способу существования, лишает человека возможности осознания и наблюдения себя. Изменить это положение можно только с более высокого уровня. Поскольку сознание к этому моменту все время с чем-нибудь отождествлено, единственным доступным инструментом становится ум. А ум является носителем идей, и только через идеи можно создать ситуацию, при которой появится возможность освободиться от привязанности к телу. Ум управляет телом и прямо влияет на эмоции. Этим испокон веков пользовались политические и религиозные лидеры человечества. Идеи, вытекавшие из религиозных откровений или философских построений и научных открытий, всегда лежали в основе стремлений человечества. В том, что касается изменения бытия отдельно взятого человека, дело обстоит точно так же. Сначала всегда идет идея, а потом объясняются способы воплощения ее в жизнь. Например, человеку говорят «не уби», «не прелюбодействуй» и прочее. Или такое «будь приветлив и добр ко всем людям». Возможно, эти идеи есть выражение религиозного откровения, чьего-то мистического переживания, но человеку они достаются в виде сухого остатка, в виде прямых и конкретных указаний. Вдохновившись ими, он начинает действовать соответственно, но быстро сталкивается с сопротивлением своих желаний своей низшей природы. При этом у него возникает выбор, то ли подавлять, и он подавляет сколько можно, либо грешить, то есть взращивать чувство самоосуждения и собственной неполноценности. Эта дилемма неизбежно создает затруднение в уме, которое сопровождается подавлением эмоций и созданием напряжений в эмоциональном и физическом телах. Такая история случается с любым идеалом, который выбирает для себя человек. Однако в том случае, когда преследуется конкретная осязаемая цель, это состояние стремления ума приводит к тому, что человек становится способен совершать сверхусилия для ее достижения. В другом случае, когда человек пытается следовать идеальной модели поведения, что напоминает погоню за тенью, напряжение несоответствия идеи и реальности попросту бесполезно разрушает его. Тем не менее, чтобы встать на путь разотождествления с телом, требуется обрести идею, обосновывающую возможность этого. Обычно используется история о вечной бессмертной части человеческого существа, для которой тело является лишь временным пристанищем. Это верно, но является пустым звуком для того, у кого нет такого опыта. Отождествление бывает столь прочным, что человек не способен даже на секунду ощутить свое сознание как отдельную силу, как независимую ни от чего энергию. Но действие без цели невозможно, и принятие на веру некоторых утверждений необходимо для искателя, иначе его мотивация не будет иметь достаточной силы. Многие искатели берут себе целью образ жизни какого-нибудь хорошего святого. Они читают его жизнеописание, оставленные им указания. Они делают его примером для себя и начинают поступать соответственно. Сравнивая свое состояние с тем, что они вообразили себе о состоянии святого, они испытывают желание измениться, стать ближе к идеалу. Подход ошибочен. Никогда не известно, сколько в этих жизнеописаниях правды, а сколько вымысла, но с чего-то надо начинать. Поэтому я могу понять людей, копирующих Иисуса или Порфирия Иванова. Что мне не понять никогда, так это почему очень многие искатели никогда не выходят за рамки копирования своих духовных учителей. Будда прекрасен, но есть ли смысл копировать его жизнь? Есть ли смысл в слепоте? Имитаторы ограничены своим подходом к вопросу. Жизнь – это творчество, это ежедневная импровизация, это новая игра каждый день. Это новые возможности и откровения каждый день. И это то, чего нет в подражании. Поэтому имитаторы утешаются степенью похожести на своего учителя. Настоящие искатели ищут не утешения, но истины. А она открывается как высшая степень реализации человека. И вот вопрос, можно ли достигнуть реализации, копируя поведение реализованного человека? В ряде традиций считается, что так и есть. Но опыт говорит о другом. За кем бы не следовал человек, кому бы он не стремился подражать, все это насыщает только его эго, то есть ум, и не приводит ни к каким серьезным изменениям. Пока искатель не найдет себя, не откроет тайну своего бытия, бесполезно пытаться пить как гурджиев. Осознав свою природу, человек осознает связь с природой всего сущего. Сложность данной ситуации заключается в том, что уму всегда нужен план действий. Этот план создается посредством взятия за образец поведения некоего человека, который общепризнанно достиг высокой степени духовного развития. Поступай как он, и станешь таким же. Вот логика ума, и она имеет право на существование. Жизнь опрокидывает эти построения, но чтобы это осознать, иногда требуется очень много времени. Плюс в том, что напряжение, желание стать таким же, как Иисус, позволяет человеку прикладывать и прикладывать усилия для изменения себя. Стремясь преодолеть существующий разрыв между своим бытием и воображаемым бытием Иисуса, искатель может поститься, молиться и совершать разного рода духовные подвиги. Просто приняв себя, как советуют некоторые мастера, он расслабиться. Это правда, но расслабление не есть цель духовного пути. Цель духовного поиска есть выход за пределы того себя, который существует сейчас. Эта цель не может иметь приложение в этом мире. Поэтому духовный поиск бесполезен с точки зрения мирян. И поэтому выход за пределы себя есть выход за пределы мира, ведь, начиная свой поиск, искатель сам является частью этого мира. А бог не есть часть мира. Совсем наоборот, мир это одно из частных проявлений его власти. Истина проявляет себя здесь такими же частными случаями и частичными фрагментами. Вот почему стремление к полноте переживания истины неизбежно влечет искателя за пределы себя и этого мира. И именно поэтому ее нельзя изложить на языке, созданном как средство описания мира. Тем не менее, ее можно пережить. Однако, трудно прийти к такому переживанию, копируя внешние поведения некоего, пусть даже очень хорошего человека. Тот, кто это понял, отказывается от следования идеалам и становится на единственно существующий путь познания себя. Познание себя невозможно без самонаблюдения. А самонаблюдение приводит к осознанию своих проблем, которые проявляются и в том, как человек поступает в повседневной жизни и в напряжении всех уровней. Садясь медитировать, искатель сталкивается с тем, что его внутреннее напряжение не позволяет ему ни войти внутрь, ни даже спокойно сидеть. Поэтому многим кажется, что избавление от внутреннего напряжения, способность быть расслабленным и есть главная цель упражнений и медитации. Не имея другого опыта, ни смысля ничего в медитации и оставаясь бессознательными, эти искатели приравнивают блаженное состояние ненапряженности к столь притягательному для всех просветлению. Сделав своей целью расслабление, они превращают средство достижения истины в метод психотерапии, упуская все другие возможности. Так, знание избранных, внедряемое в широкие массы, неизбежно упрощается и искажается, превращаясь в свою противоположность. Так, свобода распространения информации приводит к размыванию и утрате знания. Любое напряжение имеет свою причину. Нередко источником напряжения в теле становится подавленная эмоция, а причиной подавления эмоций является неисполненное желание. За желаниями всегда стоят идеи, из которых состоит базисная программа ума. Если заниматься только напряжением тела, используя физические упражнения и разного рода лекарства, то достигаемое расслабление будет очень кратковременным. Если работать с телом и подавленными эмоциями, то расслабление станет глубже, но не будет совсем глубоким, потому что желания будут порождать все новые и новые волны эмоций. Если человек сумеет проработать все имеющиеся у него на данный момент желания, то ум подбросит ему новые, сформулированные на основе тех же идей. Таким образом, полное избавление от напряжения возможно лишь тогда, когда человек избавится от своей обусловленности различными идеями и начнет жить, руководствуясь своей осознанностью. Поэтому, с каким бы конкретным напряжением не начал работать искатель, чтобы избавиться от него раз и навсегда, ему необходимо пройти по этой цепочке до самого конца. Если он этого не сделает, то корни проблем останутся у него внутри и при соответствующих условиях ситуация напряжения, с которой он работал, вернется во всей своей красе. К тому же, нужно понимать, что избавляясь от одной из светлых идей нашего ума, мы, как правило, решаем сразу несколько внутренних проблем, возникших из-за нее. Осознание тела ведет к разотождествлению с ним. По мере того, как человек начинает видеть свое тело все глубже и чувствовать все лучше, его восприятие себя по отношению к телу меняется. Он прекрасно ощущает все тело, однако он не ощущает себя телом. Он чувствует связь с ним, но также он чувствует, что одновременно находится и в теле, и вне его. По мере того, как осознанность человека растет, меняется и это ощущение, чувство пребывания в теле, зависимость от него уменьшается, а ощущение иного измерения бытия, которые есть центр сознания, растет. То же самое происходит на уровне эмоций и ума. Чем больше разотождествления, тем меньше причин для того, чтобы напрягаться. Фактически, отождествление создает напряжение, а разотождествление его устраняет. Тот, кто отождествляется с миром и его соблазнами, будет полон беспокойства. Тот, кто живет в мире как свидетель, останется спокойным, что бы ни происходило. Отождествление всегда имеет границы, не выходящие за пределы того предмета, с которым соединено человеческое внимание. Разотождествление – это выход за пределы. Осознавая себя и разотождествляясь в процессе сознания, человек рано или поздно выходит за пределы себя. Физическое тело, представлявшееся ранее единственной формой существования в мире, становится всего лишь одним из уровней бытия, имеющим свою далекую, не самую большую ценность. Ум со всеми его бедами, ожиданиями хорошего или плохого остается внизу и не имеет более власти над человеком. То я, которое сформировалось как результат совместного функционирования трех низших тел, в момент выхода за пределы перестает быть актуальным. Разотождествление с собой переносит сознание от периферии к центру. Тогда все, что казалось важным и необходимым для существования в отождествлении с низшими телами, меняет свой смысл. Тогда человек сознательно живет на нескольких планах бытия одновременно. И именно тогда он может полностью реализовать свой потенциал. Комплекс неполноценности. Чувство собственной ущербности приобретается человеком в детском возрасте и возникает как следствие отношений к нему со стороны взрослых. Всем родителям хочется, чтобы их чадо было красивым, смышленым и ловким, чтобы все понимало и слушалось приказаний. Желательно, чтобы оно сразу рождалось дрессированным. Но дети не следуют ожиданиям родителей. Они неуклюжи, непонятливы и все время норовят высказывать какие-то свои нелепые желания. Поэтому гнев, который возникает у родителей в ответ на это, вполне закономерен. К тому же надо на ком-нибудь выместить злобу за то, что в жизни все идет не так, как хотелось бы. Ребенок беззащитен и ему нечем ответить на унижение, которым в разной форме он так или иначе подвергается. Он ошибается и слышит упреки, он пытается делать то, что ему сейчас хочется, и его за это наказывают. Распространенные у нас принципы воспитания, бессознательно передающиеся из поколения в поколение, неотъемлемо несут в себе систему унижения воспитуемого. В еще большей степени она представлена в детсадах и школах. Поэтому каждый, кого воспитывали с любовью, будет иметь в себе элементы комплекса неполноценности. Комплекс по определению состоит из ряда элементов. У кого-то он в основном станет проявляться страхом ошибки, у кого-то чувством своей никчемности и бесполезности, а кто-то будет натыкаться на ощущение собственного уродства, поднимающегося из самых глубин подсознания. Комплекс неполноценности всегда конфликт между желанием быть не хуже, лучше всех, и ощущением того, что это невозможно. В корне своем такое ощущение есть ложь, оно следствие внушения, полученного в детстве, и закрепленное опытом мелких неудач, сопутствующих детской жизни и приспособлению к ней. Однако для многих людей ощущение собственной ущербности является единственной реальностью, в которой им приходится существовать. И чтобы избавиться от преследующего их чувства неполноценности, они должны что-то делать, то есть компенсироваться. А поскольку убеждение в своей никчемности прошло к ним извне, со словами взрослых, то и компенсации требуется внешне, рассчитанное на возможных критиков, то есть на окружающих людей. Кажется, что если удастся убедить их в своей полноценности, то чувство неполноценности исчезнет само собой. Другими словами, все, что делает человек, стремясь освободиться от ощущения ущербности, рассчитано на поднятие оценки себя окружающими. Или, как теперь говорят, на повышение собственного рейтинга. И поэтому любая попытка скомпенсироваться приводит к зависимости от того, кто должен оценить, удалась она или нет. Женщине важно слышать, что она хорошо выглядит, а мужчине необходимо узнать, насколько сегодня он был хорош в постели. В конце концов, зависимость от мнения близких и далеких становится настолько сильной, что ничего кроме гнева на них у человека не остается. Он внутренне проклинает людей, продолжая прикладывать усилия к тому, чтобы снискать их одобрение. Пытаясь как-то разрешить эту проблему, человек может удариться в другую крайность, демонстративно игнорируя мнения окружающих и называя их идиотами. Однако такое поведение не означает того, что их слова не ранят его сердце. Внешняя компенсация становится успешной в том случае, когда человеку удается каким-либо образом реализовать себя. Будь то работа, творчество или даже более-менее благополучная личная жизнь, через них человеку становятся доступными переживания удовлетворения и наполненности. Что же происходит в таких случаях? А вот что. Человек, занимаясь тем, что ему нравится, стремясь добиться успеха в своем деле, превозмогает себя через усилия, преодолевая неуверенность и страх. Когда он, приложив усилия, получает желаемый результат, то этот опыт уравновешивает предыдущий, тот, что служил источником неуверенности в себе. Преодолевая себя, человек учится тому, что страх и неуверенность не хозяева положения. Он узнает, что не боги горшки обжигают, и что вокруг такие же люди, как и он, а не супермены с железными нервами. Он становится способен воспринимать себя и людей иначе, без постоянного желания доказать им свою силу и полноценность. Фактически он может, наконец, расслабиться. Обретение опыта побед над собой и обстоятельствами является очень ценным для человека, испытывающего ощущение своей неполноценности. Он вырастает из детских представлений о себе и освобождается от внушенных ему представлений о своей бесполезности. Он почти полностью скомпенсирован, но только почти. Внешняя компенсация никогда не может быть полной по самой своей природе. Да, человек делается более удовлетворенным и спокойным в сравнении с другими себе подобными. Однако в любой момент одно неверное слово, обраненное кем-нибудь в незначительном разговоре, может вызвать реакцию компенсации. И человек станет рассказывать, какие у него способные дети, куда он ездил в отпуск и за сколько тысяч построил баню на своей даче. Какого бы внешнего успеха не добился человек, ему не жить ощущение, что он никто. Это ощущение, как тень, сопровождает каждое его действие. И осознание неминуемости смерти не дает укрепить эго таким образом, чтобы чувствовать себя сильным и уверенным. Можно, конечно, забыть о смерти и пытаться преодолеть ощущение своей никчемности, обретая власть над окружающими. Но первый же приступ стенокардии расставит все по своим местам. Поэтому те, кто добились успеха и, казалось бы, скомпенсировались, пусть и чувствуют себя лучше не скомпенсированных, столь же уязвимы для чувства ущербности. Просто должна сложиться соответствующая ситуация. Причина лежит в них самих. Они не знают себя. Зато программа, вложенная в умы родителями, все время указывает им на то, что они были, есть и будут уродами. Ребенок – самое несчастное существо на белом свете. Его желания очень сильны и мучительны, если их не удовлетворять. В то же время у ребенка нет никаких инструментов, кроме слез и хныканье для их удовлетворения. Кроме этого, он вынужден во всем подчиняться родителям и воспитателям. Здесь у него нет даже иллюзии возможного выбора. Ему непонятны мотивы поведения взрослых. Он вынужден приспосабливаться к их невполне предсказуемому поведению. Чувствую себя неуверенно и, получая внушение о своей никчемности, малыш имеет очень мало средств для компенсации чувства ущербности. А попросту говоря, только одно имя ему – вранье. Дети врут не только для того, чтобы избежать наказания. Гораздо чаще они врут друг другу, чтобы выглядеть значительнее, то есть с целью компенсации. Кто-то вырастает из этого, кто-то нет. И тогда взрослый с виду человек рассказывает о себе небылицы, заливаясь как соловей. Компенсация через вранье о себе – абсолютно детская реакция, подчеркивающая психологическую незрелость человека. Часто во взрослом возрасте она принимает форму вежливого вранья. Когда человек, чтобы не портить беседу, говорит, что да, он читал эту книгу, видел этот фильм, знает об этой теории и так далее и тому подобное. Это мелкая ложь, но она возникает из того же желания – выглядеть лучше в глазах окружающих. Ну а когда человек сам распространяет о себе небылицы или просто чуть-чуть приукрашивает образ себя, тогда дело совсем плохо. Поэтому начинать надо с вранья. Если вы не страдаете этой привычкой – отлично, одной проблемой меньше. Если же стереотип детской лжи прочно укоренился в вашем уме, с ним нужно работать. Для начала надо просто обрывать себя сразу же, как вы осознали, что начали врать. Привычка – это всего лишь привычка. Если перестать ей потакать, она быстро теряет свою силу. Не следует бояться говорить правду о себе. Никто не может знать и разбираться во всем, к тому же надо понять, что все мы не хуже и не лучше друг друга. Все мы находимся в одной лодке. Неуверенные люди несут в своем уме иллюзию, что все остальные прекрасно ориентируются в жизненных обстоятельствах и всегда знают, как правильно поступить. На самом деле практика показывает обратное. Лица людей подобны витринам магазинов. На них выставляется именно то, что должен увидеть покупатель, то есть самое лучшее. А тухлятина бережно прячется внутри, среди прочих продуктов. Неуверенные люди очень часто проецируют наружу агрессию в качестве формы защиты. Также я не раз убеждался в том, что тот, кто всем своим видом демонстрирует уверенность в себе, на самом деле постоянно подавляет страх. Поэтому надо перестать смотреть на окружающих. Очень редко у них вывеска соответствует содержанию. И надо перестать сравнивать себя с ними. В высказывании «все познается в сравнении» есть доля истины, но для неуверенного человека сравнение себя с окружающими становится настоящим проклятием. И поскольку на людях все более-менее контролируют себя, начинает казаться, что внутренний хаос только ваша личная беда. Вам хочется стать таким же уравновешенным, как окружающие, и тогда приходит зависть и гнев. Сравнение себя с другими неизбежно толкает человека на пути компенсации через накопление материальных благ. Больше денег, лучше должность, очки от Гуччи и тому подобное становятся центром внешнего бытия человека. Причем желания передаются как инфекция. Вы слышали, вышел новый фильм, бюджет 100 миллионов, потрясающий сюжет и спецэффекты. Вы не слышали, но уже заинтересовались. Вы знаете, в этом сезоне будут модными фиолетовые и розовые цвета. Вы уже понимаете, что придется менять гардероб. Рекламы и мнения знакомых создают поле для временной, но бесконечной внешней компенсации. По закону маятника, часть людей уходит от материального к духовному, компенсируясь через некую избранность, возвышенность и отреченность. Как правило, если целью такого ухода является всего лишь компенсация, то ничего более не достигается. «Не судите, да несудимо будете», — сказал кто-то из древних, и кажется, что изречение направлено вовне, на приструнение тех, кто компенсируется за счет обсуждения недостатков окружающих. Но, наверное, в нем есть и другой смысл. Ведь люди с комплексом неполноценности обожают судить себя. Как только они попадают в ситуацию, где проявляется их мнимая ущербность, их ум тут же включает запись некого диалога, довольно однообразного, в котором сквозит осуждение совершенных ими действий. Это осуждение есть механическая запись слов отца, матери или воспитателей, и она часто звучит в уме с теми же интонациями, с которыми произносились ими. Осуждение себя — часть программы комплекса неполноценности, без которого он не может влиять на состояние человека. Внешне он реализуется через попытки угодить родителям, если те еще живы. Однако радикальным образом изменить что-либо в ощущении собственной неполноценности можно только изнутри. Чувство ущербности возникает под давлением взрослых, самоутверждающихся за счет детей и опыта, подтверждающего их внушение. Если бы не было этого опыта, убеждающего ребенка, что он беспомощен, изменить ситуацию было бы легче. Полученная программа, утверждающая неполноценность своего носителя, не воспринималась бы как непреложная истина. Более того, эта программа подтверждается всякий раз, когда уже взрослый человек терпит неудачу в своих начинаниях или когда ему просто-напросто не везет. Тогда возникает самоосуждение, разочарование, жалость к себе и приступы отчаяния. Наблюдателю со стороны проблемы, из-за которых возникли эти чувства, могут показаться полнейшей ерундой. Но для человека, погруженного в них, в такую минуту нет другой реальности. Поэтому нельзя избавиться от комплекса неполноценности с помощью перепрограммирования и позитивного мышления, повторяя формулы вроде «я красив, здоров, успех сопутствует всем моим начинаниям и у меня все получается». Заклинания такого рода дают временный эффект, который разрушается любой, даже мелкой неудачей, попытки реализовать очередное желание. Неудача подтверждает уже имевшийся негативный опыт и новая программа перестает работать. Однако получение позитивного опыта, как уже описывалось выше, облегчает ситуацию, но не решает главной проблемы. Чтобы ее решить, необходимо избавиться от старой программы, засаженной глубоко в бессознательные слои ума. И тогда весь имеющийся негативный опыт перестанет быть приговором. Наоборот, он, как и положено опыту, превратится в учебный материал. Но без навыков самоосознания вопрос в принципе не подлежит решению. С чего начать? Вначале нужно выяснить все способы, которыми вы компенсируетесь. Зная, что искать, проще найти искомое. Поскольку компенсация проявляется наружу, для людей ее проще отследить. Для чего, например, вы говорите те или иные слова? Что движет вами? Что вы пытаетесь показать или скрыть с их помощью? Следует наблюдать мотивы своих действий. Что вы делаете для начальства по работе? Что для близких по необходимости? И что для себя? Какие из этих действий, если не все, несут в себе отпечаток потребности в компенсации чувства неполноценности? Иногда единственным способом действия для себя, помогающим усилить ощущение своей полноценности, является употребление больших доз алкоголя, сопровождаемых рассуждениями о том, какой я молодец и какие же все вокруг сволочи. Увидев способы компенсации, которыми вы пользуетесь, следует переходить к осознанию того, что же вы компенсируете. Феномен чувства ущербности заключается в том, что принципы, по которым он формируется, одинаковы для всех. А вот конкретные проявления в психике людей разные. То есть, страх, лежащий внутри у каждого, сформулирован по-своему. И пока вы не осознаете, как именно он формулируется у вас, подсказки посторонних вам не помогут. Комплекс неполноценности состоит из элементов. Программа, которую вы несете внутри, неоднородна и состоит из разных, порой независящих друг от друга частей. Они тоже сформулированы индивидуально. Это ваш личный, уникальный сон. И именно ваша индивидуальная формулировка какого-то запрета, осуждающей фразы, должна быть осознана вами. Общие правильные слова ничего не дают. Вы можете все знать в теории, но пока не будет обнаружена ваша формула несчастья, вам не удастся добиться серьезных перемен. Этот опыт невозможно заимствовать, для каждого человека он открывается по-своему. Когда вы дошли до страха или запрета и осознали, какими словами они выражены именно у вас, можно работать с ними дальше. Только осознание, вхождение в увиденную проблему может помочь в ее решении. Это неприятно и трудно, но нет другого пути. Допустим, вы столкнулись со страхом осуждения вас людьми. Вы осознали, увидели его. Как только он стал доступен для вашего наблюдения, не отпускайте его, не давайте ему снова погрузиться в бессознательное. Держите его в поле своего внимания. Что бы вы ни делали, оставляйте часть своего внимания на осознании этого страха. Вы смотрите фильм, не отождествляйтесь, смотрите и на страх тоже. Вы приходите на работу, все люди вокруг вас помогут вам углубить осознание страха осуждения. Это самая сильная и эффективная техника работы над собой, но она неосуществима, если человек не прикладывает усилий к постоянному самоосознанию и не владеет навыками работы с пассивными техниками. В результате удержания страха в поле внимания вам откроется множество секретов, неведомых для вас ранее. Вы поймете причины своих действий, в основе которых находился этот страх. Увидите, каким образом вы пытались его контролировать. В конце концов, вы сможете осознать ситуацию, в которой он появился в самый первый раз. Чем дольше вы продержитесь в своем наблюдении, тем значительнее будет результат. Если вам не хватает энергии и вы теряете возможность наблюдать, не отчаивайтесь. Вытаскивайте свой страх на следующее утро и продолжайте смотреть на него, пока хватает сил. И продолжайте действовать так до тех пор, пока не почувствуете, что не можете его обнаружить. Тогда оставайтесь бдительными и идите к людям, смотрите на них и одновременно внутрь, боитесь ли вы по-прежнему того, что они могут о вас сказать. Если да, то причина страха еще не устранена. И надо идти глубже, к тем слоям ума, в которых лежит убеждение, что выглядеть хорошим и правильным человеком в глазах окружающих самое важное в жизни. И осознать, что это убеждение не имеет никакого отношения к реальности, как, впрочем, и суждение большинства людей. Неуверенные в себе люди бывают крайне чувствительны к словам и интонациям окружающих. За счет чрезмерной мнительности они умудряются делать из мухи слона и слышать не то, что им говорится. Из-за этого они все время мучаются и страдают, накручивая себя по малейшим поводам. Чтобы изменить положение дел, нужно занять скептическую позицию в отношении собственного ума. Нужно перестать придавать значение его мнению. Это становится возможным тогда, когда у вас есть навык разотождествления с умом. В состоянии, когда вы способны не придавать значение несуждениям людей, несуждениям ума, вы становитесь спокойны и величественны. Если же вас периодически охватывают приступы беспокойства, паники или страха, инициированные чьими-то действиями или работой вашего ума, то здесь существует лишь одно действенное средство. Представьте себе, что вы попали в ураган, и ветер, сметающий все на своем пути, уже почти оторвал вас от земли. Но вы нашли за что держаться, нечто неподвластное силе ветра, и удерживаетесь на земле пусть и ценой больших усилий. Вы не поддаетесь. Примерно так надо поступать в тот момент, когда вас захлестывают привычные механические психоэмоциональные реакции. Только держаться придется за себя, за тот центр, из которого приходит осознанность. И вот, когда нахлынет самоосуждение, гнев, страх, ревность или еще что-нибудь, ваша задача удержаться в осознанности, не отождествляясь с ними. Ощущение, которое вы испытаете в этот момент, будет похожим на пребывание под ураганным ветром. Привычные реакции будут пытаться унести вас в привычные компенсаторные действия. Кто-то плачет, кто-то напьется, но вам нужно удержаться и не отождествиться с возникшим состоянием. Вы не должны потеряться в нем. Продержитесь пять минут, и ветер ослабнет. Продержитесь полчаса, и будет еле уловимым. Продержитесь час, и вы свободны. Если у вас получится один раз, дальше все будет куда проще. Уверенность и неуверенность – две стороны одной монеты. Неуверенность в себе есть следствие отсутствия знания своих возможностей, или же это негативная уверенность в том, что они очень невелики и сопутствующий ей страх. Уверенность в себе опирается на знания своих возможностей, но и она может быть опрокинута в любой момент возникновением новых, неожиданных поворотов жизни и приносимых ею ситуаций, с которыми не знаешь, что и делать. Уверенность и неуверенность – продукт ума, осмысляющего опыт предыдущей жизни. Спокойствие и беспокойство, приносимые ими, также не выходят за его пределы. Они не глубоки, но кажутся глубокими тому, кто прочно отождествлен с умом. Поэтому тот, кто разотождествлен с умом, не знает ни того, ни другого. Он не уверен, ни не уверен. Он такой, какой есть здесь и сейчас, и ему трудно определить, есть у него комплекс неполноценности или пока он отсутствует. Он за пределами. А это и есть состояние, определяемое как другой уровень бытия человека. Суть страдания. Существует широко распространенное мнение, что земная обитель есть юдоль страданий, и поэтому ни одному человеку не дано их избежать. Будда прямо заявил, что жизнь – это страдания. И что греха таить, каждому из живущих оно знакомо не понаслышке. Однако, какова природа страдания? Можно ли любой дискомфорт или ощущение боли назвать страданием? Что превращает боль в страдание? Рассмотрим эти вопросы на примере чувства голода. В обычной ситуации ощущение голода есть вполне здоровое проявление нашей физиологии. Оно может быть даже приятным в предвкушении трапезы. В обычных обстоятельствах голод не приводит к стрессу, но представим себе ситуацию, когда у человека имеется язвенная болезнь желудка или сахарный диабет. Для него своевременное питание становится жизненно важным, и если он не может поесть вовремя определенную пищу, беспокойство, несомненно, полностью овладеет им. Беспокойство будет проявлением вполне закономерного страха. В результате у человека возникнет два вида дискомфорта – физический, голод и эмоциональный страх. Можно ли сказать, что эти дискомфорты уже привели его в ситуацию страдания? С моей точки зрения – нет. Страданием это станет только тогда, когда он сам начнет страдать, то есть тогда, когда в его уме возникнут мысли следующего содержания. «Господи, почему мне так не везет? Почему все неприятности достаются только мне? Неужели я обречен на эти муки до конца своих дней?» Появление таких и им подобных мыслей означает, что человек преисполнился жалостью к себе, и именно жалость к себе превращает ощущение дискомфорта в страдания. Для того, чтобы начать страдать из-за возникшего чувства голода, совсем не обязательно быть больным. Достаточно иметь в голове идею о здоровом образе жизни или правильном питании. Тогда нарушение режима приема пищи вполне может привести и приводит к такому же результату. Желание действовать правильно и страх отступления от принятых правил при невозможности следовать им приводит к мыслям вроде «что же со мной дальше будет? Наверное, я заболею и буду мучиться до конца своих дней». Невозможность осуществить свои желания так или иначе вызывает к жизни жалость к себе. Тогда человек смотрит на окружающих и говорит себе, «почему у них все получается, а у меня ничего?» Ну и так далее в этом же духе. Вообще, мысли, в которых «я», «мне», «меня» соединяются с «почему» есть явный признак приступа жалости к себе. Примером может служить такая фраза «отче, почему ты оставил меня?» Люди приобретают привычку жалеть себя в раннем детстве. В чем-то привычка саможеления схожа с мечтаниями. Мечты внутренне компенсируют неудовлетворенные желания. Жалость к себе насыщает потребность во внимании к нашим проблемам. Превратившись в привычку, жалость к себе входит без стука в любую внутреннюю ситуацию человека. Так же, как и желание, жалость к себе бывает приятной, согревая эго человека. Эго питается вниманием к себе, поэтому жалость к себе заменяет его нехватку. В результате эго питается страданием, и тот, кто считает себя страдающим, относится к окружающим гневно и с чувством внутреннего превосходства. Мистики всех времен утверждали, что страдание есть выбор того, кто страдает. Выбор осуществляется бессознательно, но делает его сам человек. И если он осознает, что страдание является следствием того, что он решил страдать, то, возможно, ему удастся изменить ситуацию. Страх, боль, тревогу можно наблюдать. Жалость к себе следует отбрасывать сразу же после осознания того, что она появилась. Это, как и мечты, продукт ума, окрашиваемый печалью или гневом. Его нельзя подавить, просто не следует потакать его проявлением. Осознав, что начался процесс саможаления, человеку нужно просто прервать его, как он, например, прекращает ковырять в носу, как только выйдет из задумчивости. От любой привычки можно избавиться. Перестав жалеть себя, человек перестает страдать. Кроме этого, он прекращает пустую трату энергии, от чего становится сильнее. А освобождение от детских психологических шаблонов делает человека более зрелым. Прекратив потакать привычки жалеть себя, искатель облегчает себе работу со всеми своими проблемами. Он должен ясно понять, что продвижение по пути и жалость к себе несовместимы. Как, впрочем, несовместимо переживание истины и страдания. Поэтому можно чувствовать боль и не страдать из-за этого. Можно испытывать страх, не впадая в панику и страдания. Можно жить, не обвиняя окружающих и не жалея себя. И это будет жизнь без страдания. Желание и страх. Тому, кто занимается исследованием своего внутреннего мира, самоосознанием, необходимо уяснить некоторые законы, по которым существуют тело эмоций и тело ума. Они взаимосвязаны. Это факт, но каковы же эти связи? Одна из аксиом внутренней жизни гласит, если у человека появился гнев или возникла печаль, ищи нереализованное желание, из-за которого они и пришли. Другая звучит следующим образом. Если человек испытывает тревогу или беспокойство, за ними всегда стоит страх. Есть и еще, помимо прочих, одно правило. Любому желанию сопутствует страх, а любой страх всегда сопровождается желанием. Наблюдателю не всегда легко увидеть присутствие внутри одновременно из страха и желания. Обычно внимание полностью захвачено тем, что возникает первым и как бы доминирует в паре. Например, если человека преследует страх смерти, то именно на нем и сосредотачивается все внимание. При этом из виду упускается появившееся параллельно желание не умирать, то есть жить. Поскольку человек, будучи поглощенным своим страхом, не видит этого желания, то он не может понять причин возникновения гнева и печали, которые приходят непонятно почему из ниоткуда. То же самое случается, когда в паре доминирует желание. К примеру, человек хочет добиться признания и успеха в той деятельности, которой он занят. Тогда ему легко следить причины появления эмоций, связанных с этим желанием, гнева на себя в случае совершения ошибки, например. Но непонятен источник беспокойства, которое регулярно охватывает его. А беспокойство будет проявлением страха неудачи, существующим параллельно с момента появления желания успеха. Желание и страх – вечные антагонисты, не существующие изолированно друг от друга. Поэтому, избавляясь от одного составляющего этой связки, мы автоматически освобождаемся от другого. И поэтому человеку, который не очень успешно работает со своим страхом смерти, следует попробовать посмотреть на желание жить, так как смена подхода, возможно, сдвинет ситуацию с мертвой точки. Чтобы не доминировала в паре страх-желание, тому, кто хочет изменить собственное бытие, необходимо работать с ними обоими. При работе с желанием и страхом нужно понимать, что они противоположны друг другу энергетически. Страх – это холод, а желание – жар. Поэтому они связаны, чтобы одно уравновешивало другое. Если бы желание не противостоялось страху, то избыток энергии холода приводил бы человека к быстрой смерти. А ничем не уравновешенное желание толкало бы его в омут безумия. Поэтому искатели, входящие во время медитации в эмоцию страха, могут чувствовать то холод, то жар, сменяющий друг друга в течение нескольких дней. Такая реакция говорит о том, что искатель добрался до уровня глубокого подавленного страха и разблокировал слои как энергии холода, так и компенсирующего ее жара. После этого, как правило, состояние искателя значительно меняется, и какая-то из внутренних проблем разрешается. Я не встречал людей, которые не хотели бы избавиться от страха. Но почти не видел таких, которые были бы готовы расстаться со своими желаниями. Все хотят получать радость и удовольствие от исполнения желаний, ничего при этом не боясь. Беда в том, что невозможно продолжать следовать желаниям, не имея страха. Любой искатель должен усвоить и принять данные условия нашей жизни. Тогда у него появится возможность выйти за ограничения, налагаемые на нас желанием и страхом, и освободиться от этого внутреннего антагонизма. Тогда у нас появится возможность вкусить такую свободу, о которой мы раньше и мечтать не могли. Как работать со страхом и желанием? Для того, чтобы проработать мешающие жить желания или страхи и освободиться от них, вначале желательно научиться входить в них по отдельности. Я достаточно подробно изложил основы этой практики в книге об очевидном и неочевидном. Однако, пометуя о том, что повторение мать-учения, вновь опишу ее ключевые моменты. Все боятся страха и не хотят с ним сталкиваться. Все бессознательно подавляют его, отчего энергия страха копится внутри человека. Любой невротик со стажем подтвердит, как из года в год свободной жизненной территории, не отмеченной боязнью чего-либо, становится все меньше и меньше. Попытка избежать страха, не видеть его присутствия, насладиться безопасностью и покоем дают обратный эффект. Загоняемый в бессознательное, на темную сторону ума, он обретает фантастическую силу. Когда человек не хочет решать своих проблем, он становится их заложником. Поэтому единственный способ разрешить проблему страха – перестать бегать от него, повернувшись к нему лицом. Без навыков самонаблюдения сделать это непросто. Хотя сами усилия по наблюдению собственного страха помогают обрести навыки подобного рода. Первая трудность выполнения данной практики состоит в необходимости правильно смотреть на возникший страх. Правильность позиции заключается в отказе от привычки отождествляться с ним и начинать жалеть себя. Неотождествление – первый шаг к тому, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Почувствовав появление страха, не следует действовать привычным образом, то есть в идеале лучше всего не делать ничего. Любое действие, скорее всего, кажется в русле привычек, подавления или избегания. Ум услужливо включит схему, наработанную годами, и вы, не успев оглянуться, уже избавитесь от страха, так что смотреть будет не на что. Поэтому правильное действие в момент возникновения страха – отсутствие действия. Энергия страха приносит ощущение дискомфорта в тело, и оно есть первый объект наблюдения. Вторым объектом станет само чувство страха, сама энергия, наполняющая вас. И, наконец, третьим объектом будет ум, точнее мысли, вызванные появившимся чувством страха. При этом причина страха для данной формы выполнения практики не важна. Важно научиться не отождествляться со страхом, перестать быть его марионеткой. Важно научиться смотреть на него до тех пор, пока его энергия не истощится, и он пропадет без следа и без совершения ритуальных действий. Бездействие вкупе с наблюдением – великая сила, меняющая любое состояние человека. Однако наблюдать страхи в тот момент, когда они возникают, без тренировки, невозможно. Слишком сильны механистические реакции ума и тела. Чтобы упростить себе задачу, нужно пробовать работать с теми страхами, которые уже имеются у нас внутри. С теми, которые мы несем с детства в своем бессознательном, изо всех сил не давая им проявиться. Трудность этой формы практики заключается в преодолении отрицания своего страха. Мы не хотим ощущать страх. Мы боимся утратить контроль, ведь только он дает нам ощущение или иллюзию того, что мы владеем собой. Позволить страху проявиться, разрешить ему овладеть с тобой, поначалу очень трудно, и эта трудность становится препятствием, мешающим получить нужный результат. Мы не хотим признавать наличие страха, и этим отрезаем возможность его проявления, лишая тем самым себя шансов на избавление от него. Итак, мы решились. Тогда садимся и начинаем входить в страх. Некоторые люди говорят, что можно делать эту технику лежа, но мне кажется неправильным такой подход. Поза очень влияет на состояние нашего ума и наоборот. Поэтому, сидя с прямой по возможности спиной, вот наилучший для работы вариант положения. Чрезмерно расслабленная поза не позволит войти в страх. Скорее, она поспособствует быстрому засыпанию. Нельзя поддаваться на подобные уловки ума, изыскивающего способа избежать неприятных переживаний. Усевшись и закрыв глаза, начинаем входить внутрь. Что это значит? Обращаемся к своей памяти и вызываем из нее воспоминания о ситуации, в которой мы испытывали сильный испуг. Наша задача – внутренне вернуться в ощущение, поднять из бессознательного поддавленный страх. Здесь приходится идти против привычного контроля, против механизма подавления эмоций. Поэтому поначалу не у каждого может получиться вызвать изнутри страх по собственной воле. Однако, настойчивые усилия всегда приносят плоды. Нужно сказать себе «Я позволяю страху проявиться, я хочу испытать его, я готов увидеть его». Поскольку контроль эмоций осуществляется под руководством ума, то именно он должен усвоить новые для себя установки. Кроме того, боязнь утратить контроль, из-за которой возникают трудности в выполнении этого упражнения, нельзя потерять. Для начала он иллюзорен, потому что любая острая ситуация сразу же окунает нас в наш страх. И тут его появление неконтролируемо. Единственное, что поддается нашему контролю – следствие произошедшего, то есть подавление уже возникшего страха, избавление от чувства стыда или вины с помощью рационализации, рассуждения о том, почему мы не могли не испугаться и кто в этом виноват. Нужно ясно понять, что рационализация, то есть подробное объяснение себе и окружающим, почему мы повели себя так, а не иначе, вовсе не потому, что испугались, просто в этой ситуации не было другого разумного решения, является частью механизма подавления эмоций. Так, например, когда нам нужно оправдать появление гнева, мы рационализируем его через обвинения окружающих в неправильном поведении. Я не злился, просто меня довели, и я высказал, что думаю обо всем этом. Рационализация – это привычная форма лжи, помогающая нам избегать осознания своего истинного состояния. Именно через нее мы поддерживаем существование собственных иллюзий. Допустим, что нам удалось преодолеть барьер контроля, и страх проявился. Когда он уже здесь, нам остается лишь отдаться ему полностью, отдать все внутреннее пространство его власти, оставаясь при этом наблюдателями. Пусть его энергия сжимает тело, пусть она целиком, подобно кокону, окутает нас с головы до ног. Мы бездействуем, но не подчиняемся. Мы не следуем позывам ума, который наполнен паническими мыслями и жалостью к себе. Не потакаем желанию избавиться от страха. Мы смотрим на происходящее. Став наблюдателями, мы одновременно находимся в двух мирах. Один из них – мир низших тел, подчиненных идеям и чувствам. Другой – центр нашего осознания, откуда мы, не вовлекаясь, видим игру эмоциональных и других страстей. Став наблюдателями, мы одновременно находимся в двух мирах. Один из них – мир низших тел, подчиненных идеям и чувствам. Другой – центр нашего осознания, откуда мы, не вовлекаясь, видим игру эмоциональных и других энергий. В этом суть. Наблюдение, сила нашего внимания меняет все. Внимание подобно мощнейшему катализатору, влияющему на все энергии низших тел. Причем, будучи неотождествленным, оно способствует тому, что любая энергия физического, эмоционального или ментального тела может проявиться в его свете и, вычерпав себя, исчезнуть. Благодаря этому мы способны избавиться от любых проблем, накопленных за годы бессознательной жизни. Возвращаемся к технической стороне. Шаг первый. Вспоминаем страшную ситуацию или же ситуацию, в которой страх активно проявлялся. Шаг второй. Удерживая в поле внимание это воспоминание, призываем страх к проявлению, стараясь преодолеть привычные психические механизмы контроля. Шаг третий. Позволяем энергии страха полностью захватить нас. Шаг четвертый. Никак не реагируем на дискомфорты, принесенные страхом. Наблюдаем и осознаем происходящее, не пошевелив пальцем. Шаг пятый. Продолжаем смотреть на страх и его проявления. Терпим. Шаг шестой. Наблюдаем исчезновение, истощение эмоциональной энергии и приходящее облегчение. Отдыхаем. Эта техника позволяет нам избавиться от подавленного страха. Более того, дойти до корней фобии, если таковые имеются. Ведь осознание того, что хранится в бессознательном, позволяет увидеть и вспомнить первичную ситуацию, в которой был получен испуг и сформирована фобия. Таким образом, вызывая страх по собственной воле, мы освобождаемся из-под его власти, идя все глубже и глубже внутрь к самым корням эмоциональных и ментальных проблем. Кроме того, в процессе наблюдения мы все больше отделяемся от низших тел, начиная сознавать промежуток между наблюдателем и наблюдаемым, между собой и низшими телами, между центром, где формируется ощущение я и умом. Работа с желаниями имеет и сходство и отличие от работы со страхом. Сходство такое. Наблюдение и осознание желания лежит в основе практики. Различие состоит в следующем. Энергия желаний активна и всегда требует действий. Даже когда человеку хочется ничего не делать и он все равно будет что-нибудь делать. Что-нибудь такое, о чем давно уже мечтал. Поэтому обычно рекомендуется осознавать себя в момент следования желания. Тогда, когда удается воплотить его в жизнь. Для той практики, которую я предлагаю, нужен иной подход. Здесь в основном необходимо обнаружить, увидеть само содержание желания, его суть. Как показывает практика, довольно часто людям бывает сложно прямо сформулировать собственные желания. Как будто бы некая пелена застилает их глаза. И они не могут увидеть очевидное. Проблема в том, что наша обусловленность заставляет нас отрицать не только страх, но и желания, причем нередко вполне невинные. Научиться смотреть прямо на то, чего нам хочется в данный момент очень важно. И такое умение является побочным навыком, возникающим вследствие выполнения этой практики. И страх, и желание иррациональны. Мы можем сколько угодно понимать умом, что бояться нечего, но все равно боимся. Мы прекрасно понимаем глупость своего желания, но ничего не можем с ним поделать. Обе эти силы могут быть подчинены уму только посредством рационализации, то есть уговоров самого себя в случаях, касающихся желаний. Мне это не нужно, я прекрасно обхожусь без этого. Слишком дорого, можно будет взять позже. Так или примерно так, мы рационализируя подавляем их, в надежде, что нас отпустят и все устроится как-нибудь само собой. Мы не осознаем в этот момент того простого факта, что однажды возникнув, желание продолжает жить в нашем бессознательном, подавая сигналы оттуда в виде приступов печали и раздражения. Как изменить сложившуюся ситуацию? Ответ, нравится он нам или нет, один. Осознать подавленные и или нереализованные желания. Для той практики, которую я собираюсь здесь представить, важен навык видения и наблюдения своих желаний. Поэтому рецепт работы прост. Точно так же, как мы поднимаем из бессознательного какой-нибудь из имеющихся у нас страхов, следует вытаскивать подавленные желания и входить в него. Энергия страха сжимает тело, а энергия желания, наоборот, распирает его. Смотреть на страх проще, чем на желание. Слишком уж мы привыкли отождествляться с ними, слишком сильно привязаны к ним наши представления о смысле собственной жизни. Но для полноценной внутренней трансформации необходимо научиться смотреть на желания, не слетая с катушек, оставаясь невовлеченными. Эта работа не имеет альтернативы. Конечно, существуют непроверенные байки о мгновенном выходе за пределы ума, оставляя с ним все его проблемы. И вроде бы этот выход представляется идеальным решением. Практика показывает, что такой выход, даже если он существует, является уделом немногих избранных людей, чья судьба причудливым образом приводит их к нему. В любом случае, это очень узкие врата. Работа с бессознательным доступна каждому. При должном усилии любой человек увидит ее результаты. К тому же, допуская, что бессознательное и его содержимое есть аналог тьмы в человеке, то если осознать его, внести туда свет, не будет ли это состояние равным тому, что на Востоке называют просветлением? Если проявить терпение и вынести напряжение, создаваемое желанием, не подавляя, но наблюдая его, то его энергия тоже исчерпывается, и желание отступает на время. Оно вернется, будучи при правильном выполнении наблюдения менее сильным. Тогда можно повторить процедуру, и оно снова отступит, теперь уже быстрее. Кроме того, станет ясным, какая идея породила это желание, и можно будет поработать с ней. Такая практика, единственное, что помогает избавиться от идеалистических желаний, вроде «хочу, чтобы справедливость восторжествовала и ему подобных». Осознание идей, лежащих в основе желаний такого рода, приводит к избавлению от обусловленности. Техника, которую я предлагаю попробовать всем желающим, предполагает предварительное овладение вышеописанными навыками наблюдения. Начинать ее выполнение следует с наиболее актуальной проблемой, которая вас беспокоит. Если это страх, то сначала работаем с ним. Если желание, то пусть оно и станет первым объектом наблюдения. С тем, что по-настоящему беспокоит вас в данный момент, работать всегда легче. Вы заинтересованы в успехе, ваша мотивация сильна, поэтому то, что давит, то, что беспокоит больше всего, становится объектом, топливом вашей работы. Переходим к сути практики. Вначале вы наблюдаете страх или желание, в зависимости от того, что для вас актуальное сейчас. Выбор происходит автоматически. Попробуйте, сидя с закрытыми глазами, предложить себе увидеть свою основную проблему, как тут же в поле зрения возникнет она, сопровождаемая страхом или желанием. Шаг первый. Выбираем объект наблюдения. Тот, что наиболее актуален. При этом не имеет значения, будет ли это страх или желание. Шаг второй. Позволяем ему полностью проявиться. Входим в него. Шаг третий. Некоторое время пребываем в состоянии осознания его энергии. Шаг четвертый. Выходим из наблюдения. Делаем несколько глубоких вдохов-выдохов. Встряхиваемся. Шаг пятый. Переходим к антагонисту. Если вначале наблюдался страх смерти, то теперь смотрим на желание жить. Если же первым осознается стремление к красивой жизни и превосходству над окружающими, значит следующим должна быть боязнь обыденности и зависимости от людей. Таким образом, вы меняете полюса энергии, с которыми работаете, попадая из огня до в полымя. Такой переход труден в первое время, но не затем ли вы начали работать над собой, чтобы приобрести помимо нового опыта еще и новые навыки. Шаг шестой. Погружаемся в осознание противоположной энергии и реакции, возникающих в теле, уме и эмоциях. Не забывайте о том, что нереализованное желание способно появлению гнева и печали, откуда и рождается повседневное состояние современного человека. Этакий коктейль из двух пар антагонистов. Желание-страх, гнев-печаль. Причем в каждый конкретный момент доминирует что-то одно. Остальные элементы счастья составляют психологический фон человека вкупе с тревогой, призванной дополнительно на уровне эмоций уравновесить страх. Так и живем. Шаг седьмой. Прекращаем смотреть. Вдох-выдох. Встряхиваемся. И, наконец, шаг восьмой. Смотрим одновременно на обе противоположности, помещая в поле внимания и страх и желание. Сидя с закрытыми глазами, ставим перед собой их обоих, наблюдая все на виртуальном экране, расположенным перед нашим внутренним взором. Благодаря предыдущим частям практики все ощущения остры и есть ясность восприятия как самих желаний страха, так и причин их существования, а также следствий, через которые они проявляются в нашей жизни. Наблюдая одновременно противоположные по смыслу и энергии элементы своей психики, мы создаем ситуацию столкновения льда и пламени. Мы сознательно рождаем трение, столь необходимое для трансформации и изменения всего нашего бытия. В этот момент страх является отрицательным элементом, желание положительным, а внимание нейтральным, образуя триаду или троицу, о которой нередко упоминают в различных околоэзотерических текстах. Прямое столкновение противоположностей в поле нашего внимания приводит к тому, что они ослабляют и нейтрализуют друг друга. В результате эта практика становится сильнейшим средством работы над собой. Таким образом, мы усиливаем эффект, который возникает при наблюдении страха и желания по раздельности. Мы приближаем прорыв в работе над своей обусловленностью. Время в этой практике играет подчиненную роль. Все зависит от того, насколько быстро вы можете разогреться. Конечно, если вы хорошо владеете техникой входа в любую эмоцию и без труда осознаете желание, то начальная стадия данной практики может быть короткой. Зато финальное легко продлится до той фразы, когда, смотря на желания и страха, вы не будете чувствовать ничего. Когда они станут для вас некой абстракцией, когда они перестанут быть вашими, тогда можно перестать смотреть на них. Если вы владеете своим вниманием достаточно хорошо, стадия одновременного наблюдения антагонистичных элементов может длиться часами и днями. Это приводит к глубоким переменам бытия и росту понимания. Вы становитесь свободнее. Тем же, чья внутренняя скорость невысока, не следует беречь себя, спеша закончить упражнение. Наберитесь терпения и войдите в страх. Не пытайтесь проскочить начальные стадии этой техники, ибо проскочив их, вы не преуспеете. Сидите столько, сколько нужно, столько, сколько можете, и ваше усилие принесет плоды. Не позволяйте унынию брать вверх, и если оно появляется, начинайте наблюдать желание овладеть искусством наблюдения. Любое состояние несет в себе зерна желание и страха, и может быть использовано для практики. Стучащему откроется, а идущий осилит путь. Само усилие по освоению практики, представленное мною, меняет людей. Те же, кто овладевает ею, получают ключ к решению большинства своих проблем, а также к обнаружению других не менее ценных ключей. Новые горизонты. Некоторым людям нравится их жизнь, некоторым нет. Но никто, как правило, не удовлетворен своей жизнью в полной мере. Внешних причин тому множество, а внутренняя причина лежит в противоречивости человеческих желаний. Например, мужчине хочется иметь спокойную, стабильную семейную жизнь, и в то же время получать удовольствие от секса с разными женщинами. Оба желания взаимно исключают друг друга. Поэтому неудивительно, что у человека развивается классический синдром маятника. Сначала он примерный семьянин, затем, когда есть возможность, он страстный повеса. И то, и другое дает ему лишь временное удовлетворение. Или же другой почти классический пример, когда в человеке борются между собой желания духовного и материального. С одной стороны, ему хочется расти в духе, прозревая божественную истину. С другой, неплохо бы улучшить бытовые условия, сменить машину и посетить заграничный курорт. Последствия этого противостояния будут столь же печальными. В результате кидания из крайности в крайность, человек всегда будет чувствовать неудовлетворенность и печаль. Кроме того, борьба желаний замыкает человека в некий волшебный круг, из которого ему очень непросто выбраться. Сейчас, кстати, стало модным совмещать материальное с духовным. Дескать, никакое материальное благо не может помешать истинной духовности. Это правда, однако люди, рассуждающие так, чаще всего ничего не знают об истинной духовности, но зато пытаются усидеть на двух стульях. Предпочитая не видеть противоречия в своем внутреннем мире, они остаются слепыми и в преодолении его. Ситуация не меняется, а бессознательность растет. И проезжая в Таиланд, утром они посещают монастыри, а вечером порно-шоу. Чаще всего человек абсолютно не осознает противостояние собственных желаний. В его внутреннем мире они выступают вне какой-либо связи друг с другом и выглядят изолированными. Причем, когда возникает одно, то второе почти отсутствует, оно отступает. И отождествление со вновь возникшим желанием делает смутным даже воспоминание о нем. Поэтому человек имеет возможность нести иллюзию целостности себя и своих устремлений, хотя на самом деле это не так. В этой иллюзии кроется одна из причин его вечных страданий, потому что выполнение одного желания всегда приводит к ущемлению другого. И откат от одного желания к другому может длиться вечно. Единственный разумный выход из подобной ситуации заключается в осознании наличия желаний, которые противоположны друг другу. Если не сделать этого, то сильные взаимоисключающие желания будут постоянно толкать человека к саморазрушению, а иногда даже к самоубийству. Антагонизм, возникающий из-за них, подавляемый, не внесенный в сферу сознательного ума, приводит к тому, что человек чувствует острую невозможность продолжать так жить дальше и прыгает с крыши многоэтажки. Поэтому, если неудовлетворенность посещает вас слишком часто, нужно поискать ее корни во взаимоисключающих желаниях. Не следует бояться посмотреть на них прямо, иногда их круговерть поддерживается только за счет энергии взаимного подавления, и, будучи осознанными, они почти сразу истощаются и исчезают. Техника проста для того, кто уже имеет навык управления своим вниманием, следует увидеть и позволить проявиться сначала одному желанию, затем другому, противоположному. После этого нужно одновременно удерживать их в поле внимание, ясно осознавая их оба. Технические удержания несложны, трудность возникает из-за осознания полной непримиримости имеющихся желаний. Навык терпения помогает преодолеть возникающий дискомфорт, чтобы продолжать осознавать сложившуюся ситуацию. Нередко бывает так, что одно желание оказывается слабее другого, и тогда оно исчезает, освобождая все пространство победителю. Тогда все ситуации разом упрощается. Одно желание не будет расщеплять вашу энергию, реализовать и проработать его намного легче. Если оба желания одинаково сильны, то с ними придется работать дольше, до тех пор, пока одно не уступит место другому, с которым уже и нужно будет продолжать работу. И даже если ушедшее желание вернется спустя некоторое время, то оно будет слабее и наблюдать его станет легче, а в его отсутствии будет проще работать с его антагонистом. В первый момент наблюдения напряжение, возникающее из противостояния желаний, может, как кажется, привести к взрыву внутри. Этого не надо бояться. Сила нашего сознания неизмеримо выше силы любого желания, а бесстрашие – ключ к изменению своего бытия. Говоря о взаимоисключающих желаниях, нельзя обойти стороной вопрос о сопутствующих им страхах. Они, как и положено, будут сопровождать эти желания, но в отличие от последних, не будут столь антагонистичны. Они в основной массе будут сведены к следующей формуле, как бы мне не остаться ни с чем. Другими словами, бессознательно сформулированный страх станет сводиться к неполучению желаемого, а два страха, связанных с противоположными желаниями, начнут усиливать друг дружку. Нередко они, обоюдно усиливаясь, вырастают настолько, что парализуют всю деятельность человека. Ему уже не до приобретений. Он озабочен только тем, как не потерять уже имеющиеся. В крайних проявлениях это состояние настолько непродуктивно, что ни сам человек, ни кто-либо еще не способен изменить ситуацию. Даже если у него появится объективная возможность реализовать одно из своих желаний, он не сможет этого сделать. Страх не позволит ему действовать. Наблюдение в данном случае затрудняется тем, что мы имеем дело не с одним страхом, а коктейлем из двух страхов и более, причем один питает другого. Трудно провести разделение. Наблюдение упирается в стену, которая кажется непреодолимой. В этом случае надо пытаться работать со страхом через желание. Тогда, возможно, удастся обнаружить противостоящую пару желаний, из-за которых и возникло состояние непреодолимого страха. Начав наблюдать желание и сопутствующий страх в паре, можно ослабить общее давление страха и сделать возможными внутренние перемены. Существует еще одна сторона противоборства желаний, связанная с эмоциями. Как известно, нереализованное желание вызывает к жизни сначала гнев, а потом печаль. В случае противостоящих желаний одно из них всегда подавляется, а следовательно, не реализуется. Отсюда следует, что гнев и печаль будут постоянными спутниками человека, попавшего на борьбу желаний. Следует отметить, что гнев от одного или от другого желания не будет отличаться ничем, то есть отличить от какого из желаний пришел гнев, сможет только хорошо тренированный наблюдатель, а подавленные в бессознательное они станут одним целым. Как и страх, гнев и печаль, возникшие из-за разных желаний будут плюсоваться. Чем сильнее будут желания, тем сильнее станут сплюсованные эмоции и тем тяжелее будут последствия. Избыток гнева приведет к взрыву и непредсказуемым поступкам. Избыток печали к хронической депрессии. Работая только на уровне эмоций, не осознавая рождающих их желаний, человек не сможет решить свою проблему. Любое решение будет временным облегчением. Не более того. Противоречивые желания выматывают, а страх истощает окончательно. И нередко человек, совсем запутавшись в них, не знает как быть, сдается. Попытки реализовать желания не приносят явного удовлетворения. Страх диктует необходимость сохранения того, что уже есть, кажется правильным отказаться от выполнения обоих желаний. Тогда человек отказывается желать, контролируя себя и попадая в состояние некой субдепрессии. Он перестает глубоко дышать, чтобы не давать энергии ни желаниям, ни эмоциям. Он сужает свой мирок до тех пределов, в которых работает его возможность контролировать себя. Его небо становится маленьким, а горизонт, который уже не интересует, узким. И единственное, ради чего он на время готов оставить контроль, это выражение праведного гнева. Хотя некоторые раздражения всегда сопутствуют его жизни. Испытав разочарование в своих силах, многие люди склонны отступать и сдаваться. Обжегшись на желаниях, они готовы отказаться от всех возможностей, приносимых жизнью. Стараясь сделать свою жизнь безопасной, они готовы стать неотличимыми от мертвецов. Чтобы не потерять какой-никакой уют и не сталкиваться с бытовыми проблемами, муж и жена годами, стиснув зубы, терпят друг друга. Виртуальные впечатления, получаемые за компьютером и в кинозалах, заменяют живые, привязанности всех видов заменяют свободу. Новые цели не нужны, когда понятно, что единственный, давно открытый горизонт недостижим. Завязнув в борьбе желаний, стремясь сохранить то, что есть, люди попадают в глубокий диссонанс с реальностью. Тот, кто хочет быть неизменным, тот, кто боится утраты контроля, выпадает из ритма жизни, истечения бытия. Попытка удерживать то, что имеешь, неважно, молодость ли это, здоровье, богатство, отношения, не приводит ни к чему, кроме страдания. Нельзя остановить время. Нельзя остановить естественный ход вещей, в котором зима обязательно сменяет лето. Махнуть на себя рукой самый простой и чаще всего встречающийся выход из положения. Но выбор большинства не означает отсутствие альтернативы. Человек не обязан быть жертвой противоречивых желаний и страхов. У него есть другие возможности. Например, он может избавиться и от тех, и от других. Тогда ему откроется возможность двигаться вместе с ежечасно меняющейся энергией жизни. Тогда каждый его шаг будет открывать ему новые горизонты, один ослепительнее другого. О нежелании напрягаться. Многие люди хотят изменить свою жизнь, но у них ничего не выходит. Кому-то нужно избавиться от вредной привычки, кому-то поменять работу, немного подергавшись, предприняв пару неуверенных попыток сделать что-нибудь, они убеждают себя в невозможности каких-либо серьезных перемен и принимают свои страдания как должное, как заслуженную своим безволием кару. Когда подобное происходит с обывателем, это печально, но не смертельно. Когда с такой проблемой сталкивается искренний искатель истины, он, можно сказать, попал в беду. От того, сможет ли он преодолеть себя, сделать сверхусилия, будут зависеть перспективы его дальнейшей внутренней работы. От того, что возьмет вверх, желание изменить свою жизнь или нежелание напрягаться, будет зависеть успех или неудача его поиска. Нежелание напрягаться есть негативное выражение желание ничего не делать. Оно очень мешает всем начинающим искателям и поначалу служит главным препятствием к развитию воли человека. В основе нежелания напрягаться лежит бессознательное сопротивление, выработанное в детстве, как реакция на принуждение родителей и воспитателей делать то, чего не хочется. В сути своей, эта реакция мало чем отличается от той, что описывалось мною ранее в статье «Отчего люди тупеют». Но в человеческом бытии она проявляется несколько иначе. Если ребенка принуждают делать то, что ему не хочется, у него возникает гнев и сопротивление. Когда оно сломлено, то внутри остается отрицание совершаемого действия. Ребенок пересиливает отрицание и сопротивление, он делает ненужные с его точки зрения усилия. Пример. Многих подростков заставляют помогать в работе по дому, мытье посуды или стирании пыли. Став взрослыми, они чаще всего стараются избежать этой работы или делают ее с нескрываемым отвращением. По крайней мере в тех случаях, когда они подавляют это чувство. В отношении нежелательного усилия точно так же закрепляется отрицание. Человек, как правило, не осознает его, но каждый раз, когда жизнь требует от него некоторого напряжения и приложения сил, он чувствует внутренний дискомфорт и непонятно откуда взявшуюся слабость. К тому же ему совершенно не хочется ничего делать. Иногда отрицательное отношение к совершению усилий над собой становится столь сильным, что человек не способен ни на какое из них. Он делает только то, без чего не выжить, и, конечно, пытается потакать своим желанием. Результатом является выбор пути наименьшего сопротивления во всем и неизбежная деградация. Отрицание усилий в пользу следования желаниям приводит к тому, что человек начинает воспринимать обязанности, налагаемые на него обществом, как непосильное бремя. Чтобы выполнить свою работу, требуется усилие, и это уже отравляет человеку весь день, месяц, год, жизнь. Обычная, не такая уж сложная работа превращается во что-то несусветное, в отвратительное занятие, требующее для своего выполнения напряжения всех душевных сил. Превозмогая свое нежелание напрягаться, человек постоянно копит гнев на тех, с кем связана его работа. Неважно, начальники это или подчиненные, покупатели или пациенты. В конце концов, вся работа становится сплошным страданием, и один день отличается от другого только тем, насколько сегодня было хуже, чем вчера. Естественно, что жизнь человека, желающего жить без напряга, становится одним сплошным напряжением. И само желание не напрягаться, и гнев, связанный с тем, что это невозможно, и, конечно же, жалость к себе создают фон, на котором даже небольшая очередь в магазине выглядит непреодолимым препятствием и жестокой несправедливостью, вызывая бурю возмущения внутри. Пока человек остается бессознательным, его уделом будет страдание. Начав работу по изменению своего состояния, он сталкивается с сопротивлением бессознательной части своего существа и почти сразу нарывается на внутреннее отрицание необходимости усилий. Поэтому новоиспеченным искателям очень нравятся разговоры о любви, свете, блаженстве. И поэтому же многих из них отталкивает словосочетание «духовная работа». Опять напрягаться? Слишком тоскливо. Медитировать? Да, мы готовы. Это же путь к успокоению ума и вневременному блаженству. А работать? Зачем? И вот начинается поиск безусильных путей. Причем игнорируется тот простой факт, что для владения любым ремеслом в нашем мире требуется усилие. Но в мире духа и благодати все почему-то должно обстоять иначе. Из послания Оша «Будь осознанным и тогда делай что хочешь» оставлено только «делай что хочешь». А осознанность, как исследование Дао, не даются без труда и усилий. Но желание легкого пути снова и снова побеждает. И вот искатель едет к Сатья Саи Бабе, чтобы с помощью его аватарства избавиться от своих проблем, ищет мастера Дзен в надежде, что один удар палкой по голове позволит выйти за пределы ума. Между тем, изменение своего состояния требует приложения ежедневных, довольно однообразных усилий, без которых невозможно преодоление психоэмоциональных стереотипов. И этот ежедневный труд по избавлению от механистичности в ряде традиций называется работой, потому что такое название наиболее точно отражает суть процесса. Никому не под силу сделать за искателя то, что он должен сделать сам. Грош цена тому, что получено даром, ибо только через усилия человек растет, и только с их помощью раскрывает свою истинную природу. Поскольку в основе нежелания напрягаться лежит желание, то, чтобы изменить ситуацию, нужно работать именно с ним. Следует внимательно следить за своими реакциями по отношению к любому усилию, которое вам нужно сделать в течение дня. Нужно отследить возникающее сопротивление, сопровождаемое мыслями вроде «ну вот опять», «да сколько можно» или «когда же это кончится» и так далее. Увидев желание, можно осознать и отрицание, положенное в его основании. Нельзя ничего сделать с ними извне. Это абсолютно внутренняя работа, заключающаяся в полном осознании существующего детского психоэмоционального шаблона и разотождествлению с ним. Все это происходит посредством осознания того, насколько бессмысленно и глупо сопротивление тому, чего уже нет, то есть принуждению родителей и воспитателей. Только наблюдая свои реакции, можно освободиться от них. Только избавившись от них, можно посмотреть на жизнь зрело, поняв, что если тебя не устраивает твоя работа, можно сменить ее на более подходящую, пусть это и будет связано с трудностями. Или, избавившись от сопротивления, понять, что работа не столь уж плоха, внутренне принять ее условия и расслабиться. Нежелание напрягаться исчезнет само, как только будет полностью осознанно. Но перед этим можно попытаться изменить отношение к работе таким образом, чтобы перестать видеть в ней наказание. Также можно попытаться принять тот факт, что усилие есть необходимая часть человеческой жизни. И, приняв это, обрести спокойствие. А после относиться к трудностям, приносимым работой над собой, как к должному, и не жалеть себя тогда, когда потребуется целиком вложиться в усилия. Это ключ, один из самых важных на пути. Часть вторая. Эзотерическая. Вера и знание. Для подавляющего большинства людей Бог не является реальностью. Он не более чем еще одна светлая идея, одна из многих, которыми наполнены их умы. Идея Бога способствует созданию самых разных иллюзий и наделяет человеческую жизнь видимостью того, что в ней имеется какой-нибудь смысл. Неотвратимость смерти получает объяснение, и смерть перестает быть бессмысленной, поскольку становится пропуском в иной, возможно, лучший мир. Когда Бог не есть переживание человека, когда существование его умозрительно, тогда становится необходимой вера в некие догматы, утверждающие истинность его бытия. Тогда вера или безверие – главная основа, по которой отличают религиозного человека от нерелигиозного. И тогда свою веру требуется доказывать, неуклонно следуя молитвенным и прочим ритуалам, принятым в исповедуемой человеком религии. Наличие внутренней веры обязательно должно быть подтверждаемо внешне, иначе сообщество верующих порицает и отторгает из себя человека, пренебрегающего внешней стороной следования Богу. Вера в Господа или силу экономических теорий Маркса – не более чем убежденность в истинности той или иной идеи. Только ограниченные люди могут придавать идеям, которые их ум сумел усвоить и воспринять, как свои родные, значимость, приводящую к фанатизму. В других случаях вера в идею всегда имеет своей тенью сомнений в ее истинности. Поэтому если кто-нибудь сумеет предложить более впечатляющую и убедительную идею, человек может сменить старую веру на новую. Тем не менее, любая идея, становясь частью ума, обусловливает человека, способствуя формированию соответствующих ей желаний. Идея направляет жизненную силу, формирующую желание, в то русло, в котором бытие человека и окружающей его реальность станут соответствовать тому, что она несет. Например, человек, проникающийся идеями христианства, захочет избавиться от грехов и будет старательно выполнять заповеди и поститься. Возникшее у него желание станет следствием идей, заложенных в христианской религии, и не выйдет за их рамки. Если что-нибудь вдруг помешает реализации этого желания, то сразу появится гнев. Возможно, это будет гнев на себя, на свою неспособность следовать заповедям и не грешить, на близких, отстаивающих другие взгляды на мир и вообще на всех, кто не считает Иисуса Сыном Божиим. Именно желания, порождаемые совокупностью тех или иных религиозных идей, приносят столько страданий отдельным людям и всему человечеству. Желание, в силу своей природы, делает человека слепым, невосприимчивым ко всему, что не относится к сфере осуществления желаемого. Желание хочет воплотиться и все тут. Поэтому люди, страстно желающие достичь Царствия Небесного, чаще всего не способны увидеть истину, ибо само желание становится препятствием для этого. Зато они борются с искушениями дьявола, приходящими к ним в виде противоположных желаний. Например, хорошенько покушать во время поста и наслаждаются великими переживаниями и иллюзиями, создаваемыми их умом в качестве компенсации неудовлетворенного желания попасть в рай. Многие люди вместе с базовой программой обусловленности, набором основных идей, описывающих мир и правила жизни в нем, получают убеждение в том, что Бога нет. Другие же входят в совершеннолетие с твердым убеждением, что Бог существует и внимательно следит за каждым их действием. Их убеждения, полученные через внушение, являются подменой истинного знания. Они уже знают, им не нужен свой опыт, свое переживание, у них даже не возникает мысли о том, что он необходим, им даже не нужна вера, они уже в курсе того, как обстоят дела. Это фальшивая форма знания, но она широко распространена среди людей, причем так было всегда. Или вы с момента рождения знаете, что Бога нет, мир полностью изучен и объяснен учеными, пусть вы не понимаете многих объяснений, вам лень разбираться, но высоколобые же врать не станут. Раз Бога нет, целью должен стать прогресс и как следствие создание рая на земле. Деятельность, обнаружение и решение новых проблем, постоянная борьба, без всего этого ум чувствует себя нереализованным, но именно он в ситуации фальшивого знания правит балом. Когда Бога нет, нет центра бытия, тогда Бог должен быть заменен новым творцом. Законы эволюции или физики не подходят. Человек становится центром вселенной, эго человека. Тогда человеческая жизнь объявляется наивысшей ценностью, появляется философия гуманизма и человек теперь не имеет обязательств перед Богом, но имеет их перед себе подобными. Это тоже подмена своего рода, поскольку служить теперь нужно не Богу, а людям. Как известно, такая форма служения существовала во все времена, но именно в последнее время она сделалась самоцелью, полностью утратив имеющийся в ней ранее религиозный смысл, но при этом продолжая пропагандировать свое величие. Обусловленность знаниям, существования или несуществования Бога, может быть поколеблено сильным стрессом или резкой сменой образа жизни. Тогда человек, под давлением обстоятельств, из необходимости жить в них, волей-неволей получает новый опыт, который не будет совпадать с его прежним знанием. Для веры такие испытания легко укладываются в концепцию принятия воли Бога, а вот фальшивое знание трещит по швам под напором обстоятельств и выносимого из них опыта. В таких случаях человек способен прозреть, то есть увидеть всю ложность своего так называемого знания и начать поиск того, что истинно. У него появляется шанс. Люди, несущие внутри себя фальшивое знание, схожи в одном. Они не придают ему никакой ценности. То есть при случае они станут биться за него до крови, когда кому-нибудь придет в голову задеть святыни их обусловленности, тут уж держитесь. Однако в повседневной жизни, что знающие атеисты, что знающие верующие, весьма поверхностны. Атеисты будут подвержены всем суеверием, какие только есть. А верующие станут бессознательно богохульствовать и нарушать заповеди на каждом шагу. Фальшивое знание избавляет человека от поиска ответов, выбрасывает из сферы внимания человека сам вопрос, но не дает никакой силы. Оно позволяет ему не задумываться о том, что с его точки зрения и так очевидно. Обладание фальшивым знанием позволяет его носителю видеть мир, как он есть. Ни одно чудо не докажет атеисту существование Бога, пока не припрет, о чем я писал выше, и верующий будет глух к доводам разума до того же момента. Фальшивое знание, представленное в виде убеждений, очень глубоко сидит внутри человека, не давая ему силы. Оно, тем не менее, делает поверхностным попытки сменить одно знание на другое. Так человек, стремящийся поверить в Бога, как ни старайся, останется внутри атеистом. Фальшивое знание всегда сильнее веры, которую человек пытается на себя примерить. В этом парадокс. Сознательное, условное усилие человека измениться, принять в себя новую идею и поверить в нее, будет разбиваться о знание, идею, заложенную раньше и глубже, которому как бы не придается никакого значения. В этом разгадка того, почему наши верующие ни во что не верят. Вера предполагает принятие. В начальной стадии это принятие истории полученного откровения, догматов и правил, которым должен следовать верующий. Когда вера становится более зрелой, человек осознает, что принятие Божьего мира со всеми его ужасами и прелестями тоже является неотъемлемой частью пути верующего. Принятие замысла Творца должно значительно укрепить и углубить веру человека. Однако вера остается крепко-накрепко привязана к определенной идее, которая служит источником пусть возвышенных, но желаний. Поэтому принятие верующего никогда не будет всеобъемлющим, так как даже самые прекрасные желания будут препятствием для этого. Носитель другой веры или других идей неизбежно вызовет отрицание, хотя истинно верующий постарается скрыть данный факт. И точно так же, как и любое другое желание, желание того, чтобы все люди обрели счастье или познали всю славу Господа нашего, заставит человека вновь и вновь испытывать страдания. Истинный поиск всегда начинается из ложной позиции. Чаще всего это результат разрушения фальшивого знания, с которым человек до поры до времени жил, ни о чем не задумываясь. Кризис, с которым сталкивается сознание человека в момент разрушения основ его мировоззрения, может стать первым шагом к обретению истины. Или толкнуть на путь циничного отрицания всего и вся. Человек веры, искренне стремящийся дойти до сути своей религии и познать глубины религиозности, как правило, хочет приобщиться к мистической ее части, которая в той или иной форме существует всегда. Иногда, нередко, вся мистика содержится в иных толкованиях писаний или передачи их скрытого смысла. Но бывает и так, что существуют способы и техники, используя которые человек способен сам получить некий духовный опыт и на его основе развить собственное понимание неописуемого. Так или иначе, верующий будет зависеть от того, как обстоят дела в мистической линии его традиций. И если там осталась одна эзотерическая догматика, то узнать, была ли верна его вера, ему удастся только после смерти. Сам поиск невозможен в рамках ума, это сущностное дело. Все существо человека должно быть вовлечено в него. Умственный поиск рождает схоластов и философов, а также фантазеров, сочиняющих книги о разговорах с Богом и о том, как ходить во сне. Люди, привязанные к своим эмоциям, часто впадают в эмоциональный поиск, который сводится к поискам любви. В силу неиспользования разума, они чаще других становятся жертвами духовных шарлатанов. Разотождествление с телом – первый шаг, с эмоциями – второй, с умом – третий. Полное разотождествление подобно пробуждению ото сна. То есть, минуту назад заботы, проблемы, желания и страсти были единственно реальным, и вдруг все меняется. Человек пробуждается в иной, истинной реальности и понимает, что проснулся. Сколько не описывая это состояние, сам момент перехода от сна к бодрствованию, переживание оказывается гораздо сильнее и неожиданнее, чем можно представить его в уме. Однако сходство с процессом обычного сна и пробуждения от него имеется. Сон прерывается тогда, когда человек испытывает дискомфорт, например, ему жарко или холодно. Сам по себе дискомфорт, возникшее неудобство, становится причиной пробуждения человека. Вот почему слова и действия мастеров бывают столь неудобоваримы для людей, ведь они призваны разбудить их. Вот почему препятствия и стрессы на пути полезны. Они создают условия, в которых трудно продолжать спать. Поэтому неврозы и психические дискомфорты, которыми так богаты современные люди, могут стать поводом для начала поиска, поскольку разрушают спокойный сон, приносимый фальшивым знанием. Искатель не должен избегать трудностей, как, впрочем, не должен создавать их себе, если, конечно, этого не требует практикуемая им техника. Каждая трудность, через которую он прошел в полном осознании себя, может стать ступенькой к более высокому состоянию бытия. Тот же, кто ищет покоя, найдет его, удаляясь от людей, но никогда не познает истины. Посещая семинары, где учат медитации, как средство для улучшения сна и расслабления, слушая сладкие речи о божественной любви, которые также призваны расслабить человека, люди работают над укреплением своего сна, надеясь придать ему духовное содержание. И это то, чем сейчас занято большинство потенциальных искателей. Истинное знание невозможно получить, находясь в рамках ума. Требуется покинуть его пределы, разотождествившись и войдя в полноту собственного сознания. Естественно, что при этом теряют свое прежнее значение и вера, и знание. Вера теперь не требуется, а знание спящего человека о своих снах ничего не стоит после пробуждения. Человек, достигший переживания истины, сталкивается с трудностью выражения. Язык, основанный на противопоставлениях холодного и горячего, хорошего и плохого, мужского и женского, плохо подходит для этой цели. Но если такова судьба достигшего, он пытается. Он ищет способы выражения, адекватные времени и людям, с которыми ему приходится говорить, способы передачи знания, которые они будут способны воспринять. Если ему это удается, то он обретает последователей и гонителей. Первые будут стремиться к усвоению того, что передается, а также к обретению пути, который указывается. Вторые станут защищать свою веру и фальшивые знания, отрицая саму возможность того, что истина может быть снова привнесена в мир. Если победят гонители, то новое выражение истины исчезнет из мира. Если же последователи окрепнут и расплодятся, то возникнет религия или секта, возможно, некое течение в ранее существовавшей мистической традиции. В идеальном варианте тот, кто достиг, сумеет передать способ достижения кому-то из последователей, а тот еще кому-то и образуется линия передачи. Она неизбежно станет изолированной от общего религиозного движения, отбирая себе людей по принципу их пригодности к данной работе. Остальные, получив изначально упрощенное изложение частей истины, со временем упростят его еще больше. Передаваясь из поколения в поколение, оно превратится в новую форму фальшивого знания. Или же его постулаты станут объектом веры, давая эмоциональное насыщение и удовлетворение тем, кто искренне верит. Поэтому кому-то снова придется начинать свой поиск из этих неудовлетворительных условий. Так всегда было, и не думаю, что что-нибудь изменится. Бездны. Жизнь, пролегая между вчерашним и завтрашним днем, существует только здесь и сейчас. Все это знают, но мало кто чувствует. Разглагольствования о восприятии реальности как существования в здесь и сейчас стали общим местом в рассуждениях духовных писателей и, как водится, получили смысл не совсем адекватный изначальному. Тем не менее, вчерашний и завтрашний день существуют. Вчерашний день дает нам опыт, на который мы можем опираться сегодня в своих действиях, решениях и выборе. Завтрашний день можно предсказать, такое неоднократно случалось, и это бесспорно подтверждает его предсегодняшнее, а возможно и предвечное существование. Опыт, полученный вчера, и возможности, обозначенные на завтра, не всегда являются прямо связанными. Одно может не соответствовать другому. Представьте себе, что сегодня вы целый день шли по прекрасной долине, в которой, куда ни кинь взгляд, бурлит жизнь и распускаются цветы. А завтра перед вами внезапно открывается пустыня, где нет ничего, кроме мертвого песка. Опыт, приобретенный вами в долине, окажется бесполезным здесь. Более того, он станет вредным, если вы с маниакальным упорством будете за него цепляться. Истинный поиск всегда приводит на новую территорию, в ранее неизвестные ситуации и обстоятельства. Поэтому искателю приходится отбрасывать старый опыт для того, чтобы обрести новый. Правила, действовавшие ранее, в предыдущие несколько лет, вдруг теряют силу и истинность. Они в одночасье становятся ложными. Держась за них, искатель попадает в беду. Чтобы этого не произошло, он должен быть внимательным ко всем изменениям в себе. Тогда он сможет почувствовать текущие и грядущие изменения, исследуя им, узнать, как нужно действовать здесь и сейчас. Искренний искатель должен быть готов учиться всегда и везде. И если он учится только по книгам или словам учителей, он не откроет истины. Поиск истины есть сугубо внутреннее, интимное дело. Она не познается в миру, но отражается в нем. Внутренние изменения бытия искателя таинственным образом влияют на внешние обстоятельства его жизни. То, что выглядит вымыслом в глазах непосвященных, есть ежедневная реальность того, кто вступил на путь. Истина всегда не банальна, хотя невозможность описать словами всю красоту и глубину переживания истины приводит к упрощению в выражении познанного и слова, повторенные многократно, становятся банальностью. Так истина постоянно ускользает от людей. Путь искателя ведет его не только через пустыни и долины. Чаще всего искателю приходится идти по краю бездны. Между бытием обывателя и человека, познавшего истину, пролегает пропасть. И весь путь познания лежит над этой пропастью или проходит в шаге от нее. Поэтому мужество и бесстрашие должны быть развиты человеком, собирающимся осилить и преодолеть эту пропасть. Современные люди избалованы и развращены комфортом. Большинство из них не может представить себе жизнь без достижений прогресса. Когда отключается электричество, их сердца охвачены страхом и тоской, а когда близлежащий круглосуточный супермаркет вдруг оказывается закрытым, они наполняются беспокойством и гневом. Будучи привязанными к удобствам, привыкшие к скидкам, эти люди не готовы к поиску, они способны только рассуждать о нем. Они не готовы ничем жертвовать, они хотели бы только потреблять. Именно на них рассчитаны новые полумагические и псевдодуховные учения, обучающие использованию силы своего намерения, позитивному мышлению и прочей недуховной ерунде, призванной научиться потреблять подобно Богу. Бог как источник долгой внешней ответственности исключен из сферы внимания большинства граждан. Новомодные течения мысли, в которых искаженным образом отражены разнородные элементы восточных учений, создают впечатление, что все мы боги и не надо беспокоиться, а надо узнать, как потреблять мир лучше и эффективнее. И тогда бездна становится шире. Поиск истины приводит на путь. Истина неотделима от Бога. Она одна из его ипостасий. Но слово Бог и понятие Бога столь испачканы материалистами, сектантами и простыми верующими, что истина становится предпочтительней. Тем более, что поиск истины логически адекватен, а поиск Бога есть богохульство для религиозного человека. Вступив на путь, человек расстается с постоянством, которое было в его предыдущей жизни. Он меняется. Это неизбежный результат работы над собой, и если перемен нет, он не на пути. Понятие пути подразумевает в себе некую внутреннюю динамику, и человек пути становится динамичным. То есть, он может не покидать своей пещеры или квартиры, имея при этом огромную интенсивность внутренних впечатлений и переживаний, которые в конечном счете меняют его. Интенсивность впечатлений напрямую связана с осознанностью человека, получающего их. Осознанность делает его открытым для них, более восприимчивым к проявлениям внешних и внутренних энергий. Бессознательный человек закрыт для большинства внешних впечатлений, они заменяются фантазиями, ожиданиями, страхами, мечтами или воспоминаниями, то есть всеми видами снов. Это бедная пища, она однообразна и непитательна, поскольку является продуктом ума, повторяющим эти сны изо дня в день. Это грубая пища, и чувствительность бессознательного человека весьма низкая. Он может плакать при виде больного котеночка, но это всего лишь проявление его невроза, не имеющая отношения к чувствительности. Истинная чувствительность есть следствие осознанности, когда тончайшие проявления внешних и внутренних энергий прямо и непосредственно воспринимаются человеком. Это пища иного рода, и никакие мечты с ней не сравнятся. Вступление на путь, выполнение практик, усилия в понимании учебной литературы, дают искателю такое насыщение, о котором даже мечтать не может человек со стороны. Современное понимание работы над собой устраняет многие препятствия, созданные практиками прошлого. В прошлом поиску истины всегда сопутствовала некая избранность, монастыри, ордена, сложная система посвящения и так далее и тому подобное. Сейчас многие секретные ранее психотехники стали достоянием общественности, и любой желающий может ознакомиться с ними. Не факт, что у него получится правильно выполнять их, но попытаться и получить определенный опыт он может. Практика же осознанности вообще не требует особых условий. Не нужно специального помещения, нет необходимости в том, чтобы быть правильно одетым, нужна решимость искателей, приложение усилий, направленных на владение вниманием, а после обращением его на наблюдение своих действий и состояний. Вот и все. Любая ситуация дает пищу для наблюдения. Любой стресс может стать ступенькой к повышению уровня повседневной осознанности человека. Все настолько просто, что уму этого не хочется. Ему хочется таинственности, избранности, измененных или возвышенных состояний и прочей чепухи. Ум ищет развлечений и укрепления чувства своей особенности. Поэтому дела у разного рода продавцов истины и блаженства обстоят хорошо, а общее состояние духовности людей выглядит плачевно. Меня всегда удивлял тот факт, насколько многие так называемые искатели переполнены гневом друг на друга. Особенно заметна их гневливость в моменты, когда на какой-нибудь лекции или встрече присутствуют представители разных духовных школ и течений. Гнев так и мелькает в вопросах и репликах собравшихся людей, которые считают, что следуют по пути поиска истины. Ей-богу, порой это очень отталкивающее зрелище. Наблюдая за искателями такого рода в течение достаточно долгого времени, я осознал, что корни такого отношения к себе подобным лежат в их духовном эго. Современный человек с высшим образованием или без него в глубине души и так считает себя равным Богу. Если же он начинает поиск или же стяжание блаженства, просветления и прочих прекрасных состояний, фактически сравнивающих человека с нашим общим отцом, по крайней мере на уровне его человеческих фантазий, то важность всего, что делается для достижения цели, становится неизмеримо большой. Отсюда растет и чувство собственной важности человека. Достаточно взглянуть на выражение лица какого-нибудь патриарха, чтобы понять, сколь велико и трудно его служение. И как тяжел невидимый крест, возложенный Господом на его плечи, потому что других плечей нет. Если поиск представляется человеку как подвиг, как путь, полный отказов и лишений, а жалость к себе согревает его холодными ночами, гнев на всех неизбежен. Гнев, обращаемый на обывателей, формулируется с позиции не особенно скрываемого высокомерия. Они будут гореть в аду или вечно вращаться в колесе сансары или спать и в жизни, и после смерти. Причины такого отношения кроются в зависти к тем, кто живет, не заморачиваясь заповедями, сложными практиками и исследует, насколько это получается своим желанием. Гнев, обращаемый на собратьев по поиску, имеет причины в желании сравняться с Господом в возможностях избавления от проблемы переживаний вечного блаженства и в страхе того, что это невозможно. Тогда приходится сравнивать себя с остальными, нужно защищать выбранный тобой путь, отсюда появляется ревность к возможным, нередко воображаемым достижениям других. И тогда очень хочется поддеть, подковырнуть собеседника. В результате борьба со своей бессознательностью превращается в борьбу с окружающими. Это проще. И внутренний джихад становится внешним. Довольно часто поиск, в конце концов, подменяется гневными речами о его необходимости и обличении тех, кто этого не понимает. Духовное эго есть препятствие для поиска, потому что ему не важен результат, а важна значимость процесса и участия в великом деле. Со временем оно делается твердым, догматичным, но при этом никогда не насыщается. Потому что сама его природа претит возможности насыщения. И оно абсолютно не духовно. Духовность – это очень простая вещь. Она не приобретается с воспитанием, сколько бы об этом не рассуждали философы и интеллигенты. Она не может быть частью обусловленности. Мы имеем в себе некоторые проявления духовного только потому, что их несет наша природа, до поры до времени скрытые даже от нас самих. Духовность есть следствие осознания реальности присутствия божественного в мире. Тогда мир и материя становятся вторичными, не имеющими того значения и ценности, которое предается ему спящими людьми. В одночасье исчезает страх, потому что трудно чего-нибудь бояться, ощущая присутствие бесконечности в себе, ибо любая боль конечна. Может быть, сатанисты будут против этого моего утверждения, но пусть они сначала докажут реальность существования ада, настоящего, а не того, который люди создают сами себе. Духовность – следствие принятия себя, мира и обстоятельств, которые Господь дал тебе в этой жизни. Она проявляется тогда, когда желания и их удовлетворение перестают быть главным смыслом и содержанием твоего бытия. Когда ты ничего не просишь для себя, ты избавлен от гнева. Следуя воле его, ты растворяешься в принятии. Принятие – главное качество любви. Поэтому тот, кто принял себя и весь Божий мир, похож на влюбленного. Только объектом его любви станет все сущее. Духовность проста, ибо следование духу, принятие воли не ведут к усложнению, ведь ум перестает быть хозяином положения. Именно ум, обуреваемый противоречивыми желаниями и сопутствующим им страстями, делает сложной самую простую вещь. В простоте духа есть величие, непостижимое умом. В стремлении познать истину нельзя идти на компромиссы. Поначалу, когда поиск не является центром вашего бытия, вы часто будете уступать людям, обстоятельствам. У людей всегда проблема. Это, как правило, и есть основное содержание их жизни. Если уступать каждый раз, когда у кого-нибудь из ваших близких возникла очередная неразрешимая проблема, то эти уступки, трата времени на решение их трудностей, в ущерб работе над собой, превратятся в отступление. Приоритеты должны быть жесткими, иначе вы не сдвинетесь с мертвой точки. Когда осознанность уже присутствует постоянно, вам все равно, чем заниматься, если же вы только развиваете ее, нужны ограничения на трату энергии и времени. С высоты полета орла жизнь людей не выглядит значительной. Есть состояние сознания, в которых нет разницы между человеком и насекомым, между осознанностью и бессознательностью. Существуют учителя, излагающие знания с этих позиций. Тот, кто их слышал, знает, что невозможно следовать советам орла, не умея летать. В этом беда многих достигших. Неумение изложить доступно плоды своего постижения истины. Например, читая книги Кришнамурти, все время натыкаешься на ощущение безысходности, потому что разрыв между жизнью и его советами огромен. К тому же нет-нет, да и возникнет во время чтения предчувствия головной боли, приступами которой он, как известно, страдал. Легко обличить бедных людей в бессознательности, особенно с высоты птичьего полета. Труднее помочь им изменить состояние своего бытия. Зная это, я утверждаю, что невозможно идти на компромиссы, если вы решили достичь предельного. Уступая своим привычкам, вы отступаете. Уступая страху, вы теряете возможность роста. Здесь должна быть предельная ясность, иначе вы сами при помощи ума будете обманывать себя. Я вижу самообман такого рода каждый день. Поиск истины приведет вас на край бездна. Эта бездна благословения, хотя уму она покажется проклятием. Вы можете испугаться, это нормально, но вы не должны отступать. Бездна не будет единственной, каждый шаг на пути приведет к открытию новой. Сначала откроется бездна страха, и тот, кто не сможет преодолеть ее, будет бояться весь остаток своей жизни. Потом будут бездна гнева, печали, желаний, рано или поздно появится бездна тьмы, оттеняемая бездной света. Вам не дано выбирать. Каждая бездна должна быть преодолена. В этом динамика и смысл пути. В этом суть духовного роста. Каждая бездна, открывающаяся вам внутри вас же, станет мостом к изменению ситуации. Последняя бездна откроется как невозможность слияния истины с человеком. Имея навык, вы преодолеете и ее. Реализация. Доводилось ли вам испытывать тоску, столь смутную, что понять ее причины не было никакой возможности? Случалось ли вам задумываться о смысле своей жизни? Злились ли вы на создателя или родителей за то, что вы попали в мир, будучи не готовыми ни к одному из его испытаний? Эти вопросы, как я вижу, рано или поздно встают перед каждым человеком. И каждый находит ответ сообразно своей обусловленности, начинает бороться за что-нибудь хорошее или тихо и мирно спивается. Вопрос смысла жизни рождает страх, ведь от ответа зависит вся самооценка человека. И если ответ не выдерживает критики, то петля становится единственным выходом в соответствующем ситуации. Необходимость смысла и оправдания своего существования – одна из главных потребностей и нужд человека. Когда-то мне казалось, что каждый человек испытывает внутреннюю жажду познания Бога. Я думал, что души людей ищут единство с Господом и поэтому создают потребность в поиске истины. Время и опыт расставили все по местам. Я узнал, что люди не озабочены истиной или Богом, зато очень озабочены собой. Начни разговор о них любимых, и они готовы слушать бесконечно, при этом неважно, ругаешь их или хвалишь. Сначала мне казалось, что я, может быть, хороший рассказчик, раз они так ведутся на моей речи. Но позже я осознал, что им все равно, кого слушать, лишь бы их проблемы были в центре внимания. Тогда же я понял, что никакой жажды познания и самопознания у людей нет. Им нравится слушать от других про себя точно так же, как смотреться в зеркало. Хорошо ли мое отражение? Поиск в отражении заменяет самопознание. Жаль, что он вызывает зависимость, и рано или поздно ложное мнение о вас будет воздействовать на ваше состояние так же, как истинное, но у всего есть цена. А собирание мнений о себе есть худший способ самопознания. Мне пришлось признать, что люди расценивают возникающую тоску, как еще одно свидетельство неудавшейся жизни, неправильно сделанный выбор, который, как им кажется, изменил всю их жизнь. Не та жена или муж, не та работа, не та страна. У них есть повод жалеть себя, наслаждаться процессом и обвинять всех, кому вроде бы повезло. Тогда, вольно или невольно, центром и, соответственно, смыслом их жизни становится страдание. Хотя они никогда не признаются в этом даже самим себе. Надо сказать, что тоска, настигающая человека без видимых причин, есть состояние, в котором нет ни одного доминирующего желания. Такое, например, случается, когда человек подавляет свои основные желания. Тогда они не могут прямо проявиться, они загнаны в бессознательную часть ума, но они живы и создают давление. Как следствие, возникает состояние «мы и ты», неприкаянности, в общем, тоски. Обычно, впадая в тоску, человеку не удается осознать и сформулировать, что же его гложет. Желание скрыто, не проявлено и поэтому не может быть удовлетворено. Так случается не только из-за подавленностей. Иногда это признак потребности, которая еще не успела оформиться как желание. Я не знаю ни одного человека, который в той или иной степени не испытывал бы чувства мистичности и необъяснимости жизни. Вещи и сны, приметы, которые сбываются, чудесные спасения, невероятные совпадения и прочее, прочее, считается, что именно такого рода вещи поддерживают веру людей. Однако это довольно спорное утверждение. Чудеса сами по себе никогда никого не убеждали, иначе Христос гораздо дольше смог бы ходить по Иудеи. Известно, что чудеса убеждают тех, кто по сути уже убежден. Остальные люди их просто игнорируют. Ум всегда подкидывает щепотку сомнения в восприятии происходящего. Уж не дурит ли меня? С другой стороны, если уж ум решил во что-то верить, то он будет видеть чудеса на пустом месте, или даже услаждать самого себя галлюцинациями, если реальных чудес не происходит. Ум – великий создатель и разрушитель чудес. Внешние чудеса не убеждают. То, что вчера было очевидным, сегодня приравнивается к глупости и заблуждению. Поэтому ни одна религия не стоит на чудесах. Таинство – совсем другое. Необъяснимое, рационально, но ощущаемое человеком вполне реально внутреннее чувство бесконечности. Ощущение, что видимая материальная оболочка мира не есть весь мир, создает потребность объяснения. Но мало объяснить, откуда все взялось. Нужно внутренне подтвердить свое ощущение, усилить его. Из этой потребности, своего рода жажды, возникает поиск и рождаются практики. Вопросы, к которым я сейчас обращаюсь, довольно сложны. Мое описание их содержит очевидные противоречия. С одной стороны, я утверждаю, что люди озабочены только собой. С другой, я говорю, что каждый из нас имеет внутри себя ощущение чего-то большего, чем физическое тело. Гораздо большего. Кто скажет, что осознает свой возраст, глядя внутрь? Сознание вечно. Именно поэтому никакого ощущения возраста у него нет. Скорее, у него есть ощущение вечности. В молодости мне казались достоверными заявления психологов, в которых объяснялась причина того, почему пожилые люди внезапно обращаются к религии. Психологи говорили, что всему виной страх приближающейся смерти. Не скажу, что они абсолютно неправы, но есть еще одно объяснение. Когда желания слабеют, пелена, создаваемая ими, падает с глаз, и человек начинает видеть мир иначе. Именно желания делают нас слепыми и глухими к тому самому ощущению мистичности жизни вокруг и чувству бесконечности внутри. Пока мы бегаем за ними, нам не до поиска. И, к сожалению, когда у нас уже нет сил гоняться за призраками, наш поиск довольно часто сводится к стоянию на литургии раз в неделю. Люди с детства обучены не доверять своим ощущениям. Иначе им пришлось бы начать называть вещи своими именами, подобно Адаму, ложь объявить ложью, страх страхом, а не отвагой, как хотелось бы. Люди воспитаны так, чтобы их ощущения были отрезаны от них. Поэтому гневный человек считает себя милостивым, следуя в этом не тому, что он чувствует, а тому, что ему нравится думать о себе. Поэтому болезни распознаются только на последней стадии. И поэтому внутренняя бесконечность человека закрыта от него самого. Не стану утверждать, что бесконечность – лучшее определение для того ощущения, которое возникает при погружении внутрь. Оно трудноописуемо. Поэтому я пользуюсь словом, наиболее близким и хоть немного отражающим то, что чувствует человек, прикоснувшийся к центру своего бытия. Вопросы требуют ответов, и отсюда возникает необходимость поиска того, что называют истиной. Как известно, Господь Бог творит мир из самого себя. Процесс творения подобен нисходящему потоку энергии, где от уровня к уровню сознание все более растворено в материи. Можно назвать это нисходящий поток потоком воплощения. На нашем уровне воля Господа проявлена законами, по которым все существует и взаимодействует. Поток воплощения проявляется через постоянное самовоспроизведение мира, как от появления новых звезд и планет, так и в виде инстинкта продолжения рода. Энергия нисходящего потока поддерживает отождествление сознания с тонкой и грубой материей. Фактически, она постоянно творит мир. Однако, существование только нисходящего потока подразумевает конечность творения, ведь рано или поздно сознание полностью будет растворено в самой грубой материи, и движение остановится. Поэтому существует противоположный восходящий поток энергии, через который сознание возвращается к своему источнику, абсолюту. Таким образом, в мире создается полярность, необходимая для поддержания его внутренней динамики. По сути, восходящий поток можно назвать потоком развоплощения. В нашем мире ряд проявлений энергии нисходящего потока будет соответствовать тому, что мистики называют тьмою, а некоторые из действий энергии восходящего потока станут соответствовать тому, что воспринимается как свет. Соответственно, энергия нисходящего потока будет удерживать сознание отождествленным с телом, умом и эмоциями, а силу восходящего освобождать от уз отождествления. Является ли человек частью мира? Безусловно. Человек включен в акт творения. Нравится ему это или нет? Появляясь на свет вследствие работы энергии воплощения, то есть механически, в силу законов существования, он должен сознательно участвовать в созидании восходящего потока, иначе равновесие будет нарушено. «У Аллаха нет рук, кроме твоих», гласит народная мудрость, обозначающая ответственность человека перед Богом и за свою жизнь, и за то, как обстоят дела в мире. Оставаться в энергии нисходящего потока очень просто. Следуй за желаниями, и все будет отлично. Силу для борьбы дадут желания. Они же насытят жизнь разнообразными, пусть в основном отрицательными эмоциями. Неизбежно страдание на фоне разного рода неудач, но оно часть программы, поэтому нужно стойко переносить его, неустанно жалея себя. Человек, живущий энергией нисходящего потока, подобен ребенку, для которого единственное, что есть в мире, это его желание. Он незрел. И чем больше он привязан к вещам, чем сильнее отождествлен с эмоциями, тем более он участвует в работе энергии потока воплощения. Он рожает детей, строит дома, осушает болота, загаживает озера, то есть он деятелен. При этом сильное отождествление с желаниями укрепляет его бессознательность. Ради них он готов убить, украсть, изнасиловать и так далее. Если следование нисходящему потоку не будет уравновешено, люди могут уничтожить сами себя. Алчность уравновешивается бескорыстием, а бессознательность – осознанностью. Существование мира не продлится долго, если не будет людей, прилагающих сознательные усилия для работы с энергией восходящего потока. Поэтому в мир приходили пророки, поэтому появляются святые. В мире всегда есть люди, занятые духовной работой, те, кто не дают своему сознанию потеряться в желании новых приобретений. Эта работа требует совершенно иных усилий, нежели те, через которые реализуются желания. Они иного качества и иной природы. История изгнания из рая и стремление вернуться в него есть символическое описание процесса творения и его нисходящего и восходящего потоков. Подобные истории существуют во всех мистических школах, напоминая искателям о главной цели – обретении целостности. Сознание не изолировано от целого, но отделено отождествлением со внешними и внутренними объектами. В нисходящем потоке ему уделяется роль постоянного катализатора процесса творения, происходящего посредством низших тел. Они творят мир. Они отчасти и есть сам этот мир. Энергия сознания дает возможность осуществления процессом низшего порядка. В нисходящем потоке у сознания нет другой роли. Восходящий поток позволяет сознанию человека вернуться к своему великолепию, перестав обеспечивать энергии низшие тела. Сознание может быть полностью разотождествлено, и тогда связь с целым, которая никогда не рвалась, будет явлена воочию. Поэтому, если вы испытываете странную тоску, временами охватывающую вас, и не можете найти связанных с ней желаний, если вы чувствуете, что мир не может дать вам удовлетворение, и у него ничего для вас нет, если вы ощутили свою бессмысленность, погони за миражами счастья, возможно, вы созрели для возвращения. Возможно, вы уже призваны для творения восходящего потока, позволяющего тем, кто вошел в него, обрести утерянный рай. Игра творения прекрасна и завораживающа, но увидеть ее красоту может тот, кто не вовлекается в нее. Равновесие существует всегда, поэтому, начав работать в восходящем потоке, не беспокойтесь о мире. На подходе уже стоит новое поколение молодых людей, которым кажется, что весь мир будет лежать у них под ногами, лишь только они этого захотят. Самопознание. Как известно, люди озабочены только собой. Даже Господь Бог представляет интерес для них исключительно как фактор возможного влияния на человеческую судьбу. Если Бог не хочет или не может награждать и наказывать, то его существование теряет смысл в глазах освобожденного человечества. Многие так называемые религиозные люди постоянно оценивают свои поступки с позиции Бога. Вознаградит, накажет. Но это эгоистичное отношение к Богу всего лишь один частный пример человеческого эгоизма вообще. Возможно, из-за того, что человек озабочен только собой, ключи к познанию истины спрятаны в нем самом. А может быть, именно тайна собственного бытия и делает человека столь озабоченным. Так или иначе, но путь к познанию истины реализуется через познание себя. Познание себя в отражении ничего по сути не дает. Внешность, голос, темпераменты и другие свои черты можно проследить у собственных родителей. Однако, унаследовав их гены, наследуем ли мы их судьбу? Вопрос открытый и имевший, несомненно, утвердительный ответ в старые добрые времена, когда сын наследовал дело отца. Хотя одинаковое занятие не означает одинаковой жизни. Собирание отражений через окружающих имеет в себе еще меньше смысла. Люди слушают себя, думая, что слышат вас, и потом преподносит вам услышанное как объективную информацию, которую, как ни пытайся, трудно приложить к себе, поэтому приходится в нее просто верить, стараясь угодить окружающим и теряя какую-никакую независимость. Получается, что нужно познать себя через себя, и совершенно непонятно, как такое возможно. Ум оказывается в тупике и идет по накатанным ранее путям, собирая информацию, но теперь уже не от окружающих людей, а от корифеев мысли наподобие доктора Курпатова. При этом ум уже полный идей начинает фильтровать получаемую информацию по принципу «похоже-непохоже» и «подходит-не подходит», естественно, никоим образом не меняясь после чтения очередной высокопсихологической брошюры. Другими словами, самопознание с помощью ума ограничено набором идей, которые рождены не вами и вполне возможно не имеют к вам никакого отношения. Остается самопознание через опыт. Обучившись чему-либо, например, стругать доски, вы знаете, что можете сносно выполнять эту работу. Попытавшись научиться рисованию и глядя на результаты своего труда, вы понимаете, что лучше продолжать заниматься досками. Что дает вам это знание? Практически ничего. Ваша работа всегда будет зависеть от оценки окружающих, отражения, а знание себя ограничится сферой того, что вы успели попробовать сделать. И все это не приблизит вас к пониманию себя ни на сколько, ведь знание того, что мы можем, не говорит нам о том, кто мы. Как, например, нельзя считать настоящим оратором хорошо говорящего попугая. Существует древняя техника, принадлежащая адвайте, в которой человек постоянно день и за дня, каждое мгновение спрашивает себя, кто я. Вопрос задается умом, и отвечать на него приходится уму. Можно ответить «я стругальщик досок», «я человек» и прочее. Но очевидно, что все ответы такого рода, включая ответ «я никто», весьма поверхностны и не соответствуют некой настоящей действительности. Расчет строится на том, что искреннее вопрошание с искренним поиском ответа рано или поздно приведет человека к себе, к прямому переживанию своей сущности вне рамок ума. К сожалению, с тех пор, как эту практику описали подробно, любому, кто читал ее описание, она не поможет. Как, впрочем, и дзенские кааны. Когда ум знает, чего ждать, он ждет этого, и само ожидание делает результат недостижимым. Следовательно, мы можем узнать себя в неожиданных для нас ситуациях. Когда мы не готовы к тому, что происходит, ум устраняется, точнее, парализуется, маски не работают, обнажается суть. Очень часто приходится наблюдать, как в ситуации стресса взрослые, солидные люди превращаются в капризных, испуганных детей. Когда маски падают, бывалый боец может оказаться трусом, а ничем не примечательный дистрофик – героем. Однако, как только ум приспосабливается к внезапно возникшей ситуации, он возвращается к прежним ролям, например, игнорируя поведение, которое человек демонстрировал в состоянии стресса. Поэтому познание через стресс доступно только тем, кто имеет достаточный опыт в самонаблюдении. Остальные люди не воспринимают изменений своего поведения задним числом, оправдывая себя любыми способами. Итак, поиск в отражении неэффективен. Знания, почерпнутые из книг по психологии, позволяют немного скорректировать поведение и реакции, не давая серьезного знания себя. Опыт обретения новых навыков не приближает человека к его центру. Стрессы ничему не учат, а только разрушают здоровье. В общем, ситуация выглядит так, что самопознание практически неосуществимо. Никто не может дать человеку знания о нем самом. Можно рассказать человеку всю правду, можно заставить выучить ее наизусть, но внешнее знание, каким бы истинным оно ни было, все равно останется внешним, чужим. При этом скажи человеку сто раз, что он свинья, и на сто первый услышишь в ответ хрюканье. Такова степень внушаемости человеческого ума, такова его способность воспринимать фальшивые знания за окончательную истину. Поэтому самопознание для большинства людей заканчивается в детстве, одновременно с формированием комплекса неполноценности. Поэтому они живут, зная, на что способны, а на что нигде и никогда. Это знание ложное, но, как и другие виды ложного знания, оно встречается гораздо чаще истинного. Для того, чтобы получить истинное знание о самом себе, человеку необходимо научиться видеть то, что происходит во всех сферах его существа – физической, эмоциональной, ментальной. Существуют практики, позволяющие научиться управлять вниманием для того, чтобы обладать объективным видением себя. Они описаны в трудах различных авторов и школ, да и я писал об этом в ключах к осознанности. Поэтому не буду повторяться. Остановлюсь лишь на некоторых нюансах, связанных с осознанием себя. Избыток информации о возможных путях самопознания, которые мы имеем в последнее время, приносит больше вреда, чем пользы. Хватая сведения, относящиеся к разным духовным системам, человек получает кашу в голове и путаницу в мыслях. С легкой руки теософов, а вслед за ними приверженцев движения Нью Эйдж, широко распространилось мнение, что все религии и духовные течения берут начало из одного источника. Поэтому все они равны и надо черпать истину оттуда, откуда больше нравится. При очень широком взгляде на этот вопрос можно согласиться, что все учения имеют один источник. В конце концов, и тьма, и свет порождаются его волей. Однако смешивание практик, полученных из разных учений, может привести к результату обратному желаемому, что, в общем-то, и приходится наблюдать довольно часто в среде современных, читай, всеядных искателей. Им неведомо слово «путь», потому что они сегодня в Адвайте, завтра в суфизме, а послезавтра в Дзене. На самом деле они нигде. Поэтому человек, испытывающий потребность самопознания, сталкивается с трудностью выбора цели и метода. Буддизм утверждает, что истинная природа человека – пустота. Христианство утверждает первородный грех, требуя праведной жизни и очищения души. Адва это описывает состояние сознания, в котором преодолена двойственность, дуальность восприятия и мышления. Кастанеда предлагает пути магии с последующим выходом за пределы видимой реальности. И так далее, и так далее. Ей-богу, сто лет назад было проще. Люди работали в той духовной системе, которая была доступна в том месте, где они жили. Как сейчас сделать правильный выбор? Ответить непросто. Утешает лишь высказывание одного мудреца, утверждавшего, что человек, перед каким бы выбором он ни оказался, уже заранее имеет решение в пользу того или иного действия. Это решение есть следствие решений, принятых раньше. Например, оно может сформулироваться под воздействием нереализованных желаний. Или, в конце концов, стать проявлением судьбы. А я всегда утверждал, что искренний поиск рано или поздно приводит к искомому. Так что худо-бедно каждый человек совершает выбор учения или метода, в рамках которого собирается исследовать себя и мир. И проблема выбора сменяется проблемой следования. Как следовать? Даже при условии наличия руководителя, человеку требуется немалое время, чтобы понять ложность своих оценок себя и научиться видеть смену собственных состояний. Не говоря уже о том, чтобы обладать искусством, изменять их по своей воле. Если же человек занимается самостоятельно, то у него нет ничего, кроме информации, почерпнутой из разного рода писаний. Даже если он сумеет избежать путаницы и вопросов, почему в различных школах люди приходят к столь неодинаковым результатам в своем развитии, первым, что он получит на выбранном пути, будет представление о нем. То есть очередную идею. Причем можно смело утверждать, что в 100% случаев полученное представление будет ошибочным. И основываясь на нем, человек станет прилагать усилия. Освобождение от власти ума через ум невозможно. Освобождают усилия, прикладываемые человеком определенным образом. Если человек испытывает глубокое почтение к воспринятой им идее, почтение, доходящее до ее обожествления, то он становится имитатором. Кроме этого, на пути самопознания ум легко может завести искателя в тупик, кажущийся особым достижением. Представим себе человека, следующего буддийским идеям. Он думает о пустоте, рассуждает о ней же и в конце концов начинает чувствовать ее в себе. С его точки зрения, ощущение пустоты внутри есть позитивный опыт, настоящее переживание. На деле это переживание станет следствием самовнушения. Показательно, что бытие человека при этом нисколько не меняется, меняется лишь его ощущение себя, что весьма характерно для ситуации, когда ум загипнотизировал сам себя. Мне доводилось слышать заявления типа «меня больше нет» или «я теперь чистое сознание и ничего больше». И как обычно, первый же стресс выявлял истинное положение вещей. Когда вас действительно нет, вы не сможете переживать из-за поцарапанной машины, плохого самочувствия или пасмурной погоды. Главная трудность в самопознании также приходит из следования представлению о том, как оно происходит, какие стадии имеет и с чего складывается. Оша как раз заявил, что просветление случается с людьми только в полнолунии. Исключением, сказал Оша, был махавиры, который сделался просветленным средь бела дня. И что же, если принять слова Оша за чистую монету, то придется готовиться к каждому полнолунию как к серьезнейшему испытанию в своей жизни. Естественно, что сама подготовка и ожидание полнолуния внесут такое напряжение в жизнь искателя, что о просветлении можно забыть. Слова Оша звучат очень авторитетно, пока не узнаешь, сколько ошибок в изложении фактов он допустил в своих лекциях. Привяжись к его словам, и ты пропал. То же самое можно сказать о многих руководствах по самопознанию. Ягические, тантрические, христианские и любые другие тексты имеют один изъян. Они излагают опыт отдельных людей, полученный ими в определенных, ныне несуществующих, обстоятельствах. Привяжись к тому, что описано в этих текстах, и потеряешь путь. А ум хочет ясности и привязывается к любой глупости, как утопающий к спасательному кругу. Невозможно стать Порфирием Ивановым или Бахауддином Нагжбанди. Невозможно вообще стать кем-либо. Единственное, что нам дано, открыть собственную природу, стать собой в полной мере. Идеи в данной работе служат двигателями, но они не помощники. Рано или поздно от них придется избавиться. Идеи всегда противостоят прямому переживанию внешней или внутренней реальности. Поэтому единственным выходом для того, кто ищет, становится усвоение принципов движения на пути, не привязываясь к описанным кем-то деталям. Детали почти всегда не для вас. Они есть частное, не всегда полное изложение чего-то опыта, которое, возможно, вообще не поддается адекватному описанию. Держитесь за основу практики. Если это осознанность, поймите суть самонаблюдения и практикуйте ее, не ожидая ни рая, ни ада, ни просветления. Возьмите навык и забудьте обещания, которые рассыпаны по всему тексту для привлечения неофитов, все еще полных желаний. Практика открывает двери к познанию и пониманию. Никто, кроме вас, не узнает все особенности строения и функционирования вашего тела. Можно изложить общие принципы, не более того. Нюансы вы должны открыть сами. Вот почему конкретные советы по сохранению здоровья помогают далеко не всем. Каждый человек уникален. Если не начать строить вокруг этого заключения основу для суперэго, то можно подойти к самопознанию творчески. Не нужно повторять круги и стадии, описанные кем-то, кто шел до вас. Нужно понять, как он шел, уяснить метод и двигаться внутрь. И там совершить свои уникальные открытия. Допустим, вы знаете законы возникновения и взаимодействия эмоций. Но ваше знание не обеспечивает видение, то есть опыт отстает. Невозможно полагаться на слова учителей в том, как они осознали свой страх или гнев, а также их взаимосвязи. Это опыт учителей, а вам нужен свой собственный. Прилагайте усилия, следуйте методу, технике, и вы найдете ответ. Получите свой уникальный опыт, который стоит так дорого, что его невозможно переоценить. Вы найдете собственный ключ к решению своих проблем. В этом и есть истинная цель всех практик. Вы узнаете себя сначала с одной стороны, потом с другой, а позже со всех возможных сторон. Никто в мире не сможет дать вам этого знания. Оно получается только посредством собственных усилий. Доверяйте себе. Избавьтесь от недоверия, через которое реализуется комплекс неполноценности. Вы сами цель и средство. Вы сами есть инструмент познания мира и себя. Каждый шаг внутрь себя, шаг в неизвестность, но полагаясь на описание других, вы никогда не идете. В открытии себя есть творческий момент, момент поиска, момент волнующей неизвестности. Крушение иллюзий, порожденных фальшивым знанием о себе, приносит боль, но она ничтожна в сравнении со свободой, приносимой настоящим знанием себя. Известно, что человек может обманывать себя, сколько захочет, но он же может увидеть правду о себе, если захочет. Искреннее желание узнать себя, свою судьбу, свое призвание, всегда приводит к результату. Ведь желание – это неправильно сформулированная молитва. Будьте искренними и в молитве, и в выражении желания, тогда дано будет вам. Будьте искренними в своем поиске, тогда он обязательно приведет вас к цели. Возможно, скорее всего, результат поиска не совпадет с теми представлениями, из которых вы его начали, но, избавившись от них, вы приобретете знание, которое не будет нуждаться в бесконечном цитировании Писаний для подтверждения своей истинности. Истина станет самоочевидной. Вопросы и некоторое недоумение, связанное с ощущением реальности Бога, отпадут сами собой. И поскольку нельзя познать бесконечность, видимый конец процесса самопознания окажется прологом к новому путешествию. Так было, так есть и так будет. Свобода выбора. Свобода вообще и свобода выбора в частности представляется большинству людей важным и неотъемлемым правом человека. Невозможность осуществления выбора воспринимается как ущемление прав и заставляет человека страдать. Допустим, некто приходит в ресторан. Им движет чувство голода, то есть нужда, необходимость. Взяв меню, он может выбрать, какие блюда ему хотелось бы отведать, чтобы насытиться. Тогда удовлетворение потребности превращается в удовольствие. При отсутствии выбора человеку пришлось бы есть то, что дают, то, что не хочется, поэтому гнев или печаль появились бы автоматически. Наличие выбора подразумевает тот факт, что человек может выбирать, то есть свобода выбора является доказательством наличия у него свободной воли. Тогда ощущение свободной воли позволяет придать человеческому эгу больший вес и сделать значимыми его решения, а выбор важным. Другими словами, вопрос наличия свободной воли жестко связан с возможностью осуществления свободного выбора. Я уже касался ранее вопроса человеческой воли, она проявляется как следование желаниям или наоборот противостояние им. Сильное желание подтолкнет человека к совершению больших усилий и создаст иллюзию наличия у него сильной воли. Запрет на реализацию желания, идущий из обусловленности, явит миру примеры аскетизма и самоограничения, что также будет приравниваться к акту проявления свободной воли. Любая программа может выполнять только те функции, которые в нее заложили. Обусловленность разного рода идеями есть набор программ, на основе которых функционирует человеческий ум. Идеи способствуют формированию желаний. Желания не падают с неба, они формулируются на основе имеющейся у человека обусловленности, и они, а не человек, осуществляют так называемый выбор. Даже противостояние желаниям возникает на основе желания. Исходя из идеи греховности или аморальности каких-либо действий, человек хочет быть правильным или благочестивым, подавляя те желания, которые подпадают под осуждение. Скажем, три разных человека собираются купить одну и ту же вещь. И у них, как полагается, в современном мире есть широкий выбор моделей. При этом, один будет исходить в своем выборе и желании сэкономить, второй – желать качества и долговечности покупки, третий – соответствовать моде и престижу. Разве не их желание изначально программирует результат? То есть, желание программирует выбор, нравится нам это или нет. И вся свобода выбора всегда сводится к кругу, очерченному желаниям. Нередко случается, что один человек одновременно хочет сэкономить, купив при этом качественную и престижную вещь. То есть, его мучают противоположные желания. Тогда ему трудно решиться на покупку. Он исполняется неуверенностью в своем выборе, и что бы он не приобрел в результате чувства неудовлетворенности, покупка не покинет его. Это типичная ситуация выбора для противоречащих друг другу желаний. Попытка найти компромисс между ними приводит к тому, что ни одно из них не удовлетворяется полностью, и человек уже не рад своему выбору. Существует вариант выбора, который диктуется страхом. Хотя сказать так значит погрешить против истины. Страх слишком негативен для того, чтобы способствовать хоть какому-то действию, а вот сопутствующие ему желания не испытывать страха и избежать опасных ситуаций вполне позитивно. Оно в полной мере выражает имеющийся страх и толкает человека к выбору в пользу безопасности в широком смысле слова. Таким образом, вариант действия, продиктованного страхом, все равно будет выбран через желание. Я часто видел людей, которые стояли перед выбором, как мне поступить, находясь в сложной жизненной ситуации. Наблюдая их метания, я понял, что они всегда знают, что будут в итоге делать. Выбор осуществляется мгновенно и исходит, как обычно, из доминирующего желания. Другое дело, что он может быть неприятен для эго, для той роли, которую человек привык играть на людях. Поэтому начинается спектакль со страданиями, стенаниями и жалобами. Изображается внутренняя борьба, во время которой человек уговаривает себя и окружающих, что другого выхода у него нет и не будет. Причем чаще всего спектакль разыгрывается абсолютно искренне, ведь эго требуется время, чтобы смириться и принять уже имеющиеся решения. Нужно объяснить себе и окружающим, что оно единственно верное на данный момент. Так и рациональная сила желания рационализируется умом. Обусловленность и желание не оставляют нам вариантов. Выбор становится предопределен. И не важно, что непосредственный выбор сорта конфет в магазине как бы остается за вами, он будет предрешен ценой, привязанностью или желанием попробовать что-нибудь новенькое. Конечно же, на выбор повлияет ассортимент, и если желания сильны, а нужных конфет нет, вы отправитесь их искать. И не остановитесь, пока не найдете. В противном случае вы будете чувствовать, что в вашей жизни чего-то не хватает. Тому, кто привык во всем доходить до сути, необходимо ответить еще на один вопрос. Случайно ли обусловленность, которую получает человек в процессе воспитания? Другими словами, случайно ли человек рождается в тех или иных условиях, благодаря которым его выбор запрограммирован на всю оставшуюся жизнь? Если он случайен, то есть мы имеем дело с процессом воспроизводства биомассы, в котором всем руководит случай, то выхода нет. Кто-то произвел вас, кто-то меня, и мы не остались в стране и дали потомство, руководить действиями, которого станут все виды желаний. Сразу же утрачивается хоть какой-то смысл, потому что в этом случае мы ничем не отличаемся от мотыльков, живущих один день только для того, чтобы успеть дать потомство. Принятие случайности как двигателя прогресса лишает смысла сам прогресс, а понятие естественного отбора давно потеряло смысл в большей части человеческого общества, где поддерживают больных, помогают инвалидам и учат идиотов. Все социальные теории, построенные на основе дарвинизма, что коммунизм, что фашизм, потерпели исторический крах. В любом случае, ответ на вопрос, случайно мы здесь или нет, невозможно найти через внешнее исследование. Он может быть найден только внутри человеческого существа в исследовании природы его сознания. Итак, случайность, как и естественный отбор, лишают смысла существования человека. Какая разница, являетесь ли вы случайной комбинацией генов, или же она возникла из-за встречи доминирующего самца с крепкой самкой, способной дать многочисленные потомства. Природа в данном случае выступает в роли сатаны, для которого главное плодитесь и размножайтесь, а желание становится инструментом, удерживающим человека в рабстве. Если принять за основу движения не хаотическое движение частиц, о волю Божью, картина радикально меняется. Однако, живя в миру, мы можем совершенно не ощущать наличие какой-либо воли. Это факт столь же верный, как и тот, что если мы будем смотреть только себе под ноги, нам никогда не увидеть небо. Смотреть под ноги очень важно с практической точки зрения. Мы должны видеть, куда идем, чтобы не упасть. Для того, чтобы насладиться необъятностью неба, нужно остановиться и отвлечься от ходьбы, от бесконечных попыток достижения утилитарных и иллюзорных целей. Мир сам по себе есть проявление воли, все его законы, суть воли, поэтому, находясь под их действием, нам трудно осознать этот факт. Все очень привычно, банально и обыденно, а проявления воли, как кажется, должны быть чем-то необыкновенным. Поэтому, живя внутри проявлений воли, мы вполне можем отрицать ее присутствие, чувствуя, что сама возможность отрицания укрепляет позиции свободной воли нашего эго. Итак, принимая волю, мы можем признать наличие определенного замысла Творца. Учитывая, что большинство из нас не в силах понять ни одной теоремы из высшей математики или квантовой физики, больше того, мы зачастую не можем понять друг друга, не думая, что нам по силам осознать все величие этого замысла. Правда, всегда находятся личности, утверждающие обратное и сводящие суть вопроса к набору тоскливых штампов, типа «Бог вас любит» и прочее. Их утверждения глуповаты и потому открыты для критики тех, кто предпочитает жить так, как им хочется, власть, желание, отрицая любые смыслы, не связанные с насыщением желаний. Замысел предполагает участников, тех, через кого он может быть воплощен. Поэтому существует судьба, некое предопределение для человека. Поэтому он рождается в тех или иных условиях именно там, где он должен реализоваться в замысле. Здесь я останавливаюсь, не излагая истины до конца. С моей точки зрения, каждый искатель должен найти ее сам. Итак, физическое тело, эмоциональное, а также тело ума мы наследуем от родителей. Само это наследование предопределяет наши возможности, физическую выносливость, темперамент, склад ума. Наш выбор уже не может выйти за рамки возможностей этих тел. От Бога мы получаем судьбу, то есть набор качеств и способностей, которые можно или нужно реализовать в предложенных обстоятельствах. Я не буду подробно объяснять, почему эти качества не наследуются. Посмотрите внутрь себя и все поймете. В любом случае все возможные варианты выбора уже очерчены нашей судьбой или, если угодно, призванием. Чтобы сделать более понятным сказанное выше, приведу пример. Семья, состоящая из двух невротиков, произведет на свет детей, обреченных страдать невротическими расстройствами разной степени тяжести. Неизбежность этого обусловлена унаследованным состоянием вегетативной нервной системы, повышенной реактивностью эмоционального тела и наследственной мнительностью, вкупе с повышенной внушаемостью ума. Если же ребенок появляется в семье поэтов, то он практически никогда поэтом не становится, некоторые качества не передаются по наследству. Оша говорил о состоянии невыбирающего сознания. Возможно, смысл сказанного им был искажен при переводе, потому что сознание в принципе не участвует в выборе, ибо он прерогатива ума. Тот, кто вышел из-под власти ума и порождаемых им желаний, кто более не отождествлен с ними, живет не выбирая. С одной стороны, он принимает то, что есть, не стремясь прилагать внешние усилия без необходимости. С другой стороны, он действует в рамках собственных нужд, того, что необходимо для поддержания жизни в теле, продолжения работы. С третьей стороны, он следует воле, участвуя в притворении замысла Творца. Следуя воле, он избавлен от выбора, хотя для непосвященных все может выглядеть с точностью до наоборот. Поэтому мудрый отказывается от выбора в пользу следования, а глупец стремится получить от него удовольствие. Оба они по-своему прекрасны, являясь частью великой игры, называемой творением. Духовный рост Любой искатель или даже просто интересующийся духовными вопросами человек будет немного озабочен истинным состоянием своей духовности. Обычно оценка состояния производится через внешнее, то есть открытие способностей, которые могут быть признаны окружающими. Например, третий глаз. Вот он открылся, я вижу невидимое, значит, мой прогресс налицо, нате, завидуйте, или так, вот я предвижу будущее, я почти пророк, поэтому следует относиться к моим предсказаниям с уважением и дрожью. Открытие чакр, разного рода видения, общение с духами и, боже мой, даже глубина медитации служит основой для оценки своего состояния. Что тут скажешь? Изменение бытия вроде бы налицо, ведь есть же способности. С другой стороны, пребывая в психозе, человек тоже видит то, чего нет лицо, изменение уровня бытия. Я уже писал о том, как человеческое эго любит силу и способности. К тому же мне доводилось общаться с людьми, обладавшими самыми разными способностями и силами. Познакомившись с ними поближе, я понял, что духовный рост не имеет отношения к наличию сверхъестественных сил. Что толку в третьем глазе, если его обладатель по-прежнему полон иллюзий, желаний и гнева? Именно иллюзии и станут питать его видение. Рассуждения о возвышенном также не служат признаком духовности. Мало ли кто чего читал и слышал, нет же никакой уверенности, что он сам понимает то, о чем говорит. Отличная память, богатое воображение и хорошо подвешенный язык не раз давали миру великих проповедников, не имевших ни малейшего представления о духовности. Парадокс ситуации заключается в том, что пока человек интересуется степенью своей продвинутости, просветленности и приближенности к Богу, он не зрел, поскольку эти вопросы рождены его эго. Оно хочет знать, чем уже можно гордиться и что следует предъявлять окружающим в качестве подтверждения собственного величия. В том, что касается духовности, нередко встречается заблуждение такого рода, дескать, если человек думает о мирском, о плотском, то он и есть мирской и бездуховной. Если же наоборот мысли человека витают в возвышенных сферах, если он все время размышляет о Боге, то сами эти размышления делают его куда более духовным, дают особую силу. Насчет силы не поспоришь, вдохновленный светлыми идеями человек готов начать работать над собой. Идеи здесь необходимый субстрат, рождающий желание следования и переживания. Хотя содержание мыслей никак не влияет на состояние духовности их обладателя. То есть возвышенные мысли могут помочь начать поиск, способствуя появлению соответствующих желаний. Благодаря размышлениям о величии Бога можно захотеть испытать всю его полноту, а можно подпитывать эго ощущением богоизбранности. Многие религиозные течения останавливаются ровно в той точке, откуда начинается настоящий духовный поиск. В результате их истовые последователи утончают и рафинируют собственное эго, вместо того, чтобы стереть его полностью. Только прямое переживание истины имеет смысл и меняет бытие человека. Эго, каким бы утонченным оно ни было, несет в себе свои обычные проблемы, отрицания, желания, жалость к себе и вытекающие из этого набора следствия в виде страданий. В современном мире, которым правит даже не мамона, а идеал бесконечного потребления, поневоле искажается все, что связано со сферой духовного. Например, высокодуховными считаются люди, любящие и ценящие, скажем, классическую музыку или искусство вообще. То есть, несмотря на то, что привязанность к красоте и эмоциональным переживаниям, особого рода впечатлением, которые она вызывает в человеке, мало чем отличается от привязанности подростка к просмотру порно, сама неутилитарность, некая очевидная нематериальность любви к искусству автоматически делает человека духовным в глазах окружающих. Большинство искателей представляют себе духовный путь как движение от хорошего к лучшему. Им кажется, что рост духовности есть одновременно рост радости и прибавления блаженства. Представления такого рода имеют почву под собой. Многие учителя пропагандируют именно такой образ духовности. Однако каждый искатель должен осознавать одну простую вещь. Если даже ему повезло увидеть человека, познавшего истину, то тишина и спокойствие, излучаемые им, не упали с неба, а не следствие работы над собой, следствие регулярно прилагаемых усилий. Его состояние есть результат работы, невидимый окружающим. Глядя наистинного мудреца, начинающий искатель остро чувствует собственное несовершенство. Ему начинает казаться, что сила, присутствующая во всем, что делает мудрец, имеет необыкновенную природу. И тогда бедный неофит пытается уподобиться идеалу, срисованному состоянию мудреца. Здесь ловушка. Каждому искателю кажется, что его путь должен лежать в рамках перехода от страха и тревоги к расслаблению и покою. А это не так. Истинный искатель движется от известного к неизвестному, так гласят писания. И даже я писал что-то подобное. Но, как ни выкручивай, это утверждение не соответствует действительности. Люди не знают себя. Вот факт, который невозможно опровергнуть. Они всегда предполагают обстоятельства, удобные для себя и соответствующие их ожиданиям. Вот истина. Истинный искатель движется от неизвестного к известному и в этом вся суть пути. Если он верит в постулаты и следует предписанному тому, что оформлено в заповеди сто лет назад, он слеп. Истинный искатель выходит на смертный бой каждое утро и ему не важно, что думают об этом так называемые благоразумные люди. Все их мысли понятны. Сберечься, сохранить себя в целости до того момента, когда смерть явит свою неотвратимость. Только для искреннего искателя это не важно. Все не важно тогда, когда Бог перестает быть идеей и становится реальностью. Истинный искатель не знает себя, и только поэтому он искатель. Он не знает ни своего потенциала, ни призвания, ни судьбы. Именно путь открывает ему с себя самого. Так, например, принято считать, что Бог есть любовь. В рассуждениях современных как бы мистиков эта фраза стала общим местом. И вот искатель ищет самопознание, самореализацию и вдруг открывает любовь. Неожиданно общее место в рассуждениях мистиков становится его опытом. И невозможно более воспринимать мир прежним образом. Получается так, что начиная с незнания себя, он вдруг приходит к общеизвестной истине. Разница в том, что для всех это пустые звуки, своего рода бла-бла-бла, а для него ценнейший опыт, меняющий всю его жизнь. Поиск истины никогда не был легким занятием. Поиск величайшее путешествие, доступное человеку, с которым нельзя сравнить никакое внешнее приключение. Горы и снег никогда не заменят ощущение прикосновения к истине. И все, что обывателю кажется великим, ничего не стоит в свете истины. И здесь обозначается тот самый разрыв, возникающий между искателем и обычным человеком. Стремление к истине противоположно стремлению к комфорту. Те, кто пытаются совместить чувство комфорта с поиском истины, уже выбрали комфорт, поэтому ничего кроме него найти не способно. Именно искатели комфорта создают духовные мифы, в которых объясняется, что все уже есть у нас внутри. Расслабься, ты слишком перенапряжен, Бог просто ждет, чтобы ты его заметил. Просто осознай свою суть и сам все увидишь. Трудно объяснить человеку, впитавшему подобные идеи, что безусильность жизни мудреца есть плод его предыдущих усилий. Внушение, предлагаемое некоторыми учителями потенциальным искателем, которое звучит так, вы все уже боги, просто проснитесь и наслаждайтесь, несколько меняет содержание снов, но не прерывает их. Истинный искатель, подобно самураю, подобно великому воину, должен быть готов к смерти в любой момент. Он должен быть готов к потерям и утрате всех так называемых человеческих ценностей. Ценны ли наши воспоминания? Ценны ли отношения и привязанности? Искусство терять не сожалея одно из главных искусств, которым должен овладеть искатель. В конце концов, для того, чтобы обрести единство с Богом, искатель должен потерять себя. Желание и страх неизбежно сопутствуют началу поиска. Если поиск искренний, если усилия полноценны, тогда искатель сначала теряет страх, а вместе с ним избавляется от желаний. Поиск великого не может начинаться желанием малого. Само предположение такого развития абсурдно и, очевидно, непригодно для искателя. Ищущий не остановится на первом попавшемся духовном переживании, он станет искать корни всех доступных переживаний и источник, из которого они приходят. И этот поиск, как я уже писал раньше, приводит его на край бездны. Случалось ли вам быть в ситуации, когда выяснялось, что все, во что вы верили, просто выдумка, не имеющая к реальности никакого отношения? Сталкивались ли вы с ложью близких? Доводилось ли вам терять доверие к человеку, который вроде бы должен быть для вас самым близким на планете? Кто, кроме вас, может быть к вам ближе? Кто сможет соврать вам лучше, чем вы врете сами себе? И ужас и прелесть ситуации, в которой оказывается истинный искатель, заключается в том, что поиск разрушает привычный мир. Точнее так, мир остается, но прежнее восприятие его становится другим. Скажем, вы верили во что-то, неважно, хорошее или плохое, и вот совершенно неожиданно для себя вам становится ясно, что вся ваша вера была заблуждением. В зависимости от того, насколько вы успели привязаться к своей вере, вам будет обеспечена соответствующая доля страданий после этого откровения. Духовный рост всегда есть оставление прошлого. Дух состоит в глубоком противоречии с материи. Все мистики знали это, и не находя верного выхода, многие из них, пытаясь хоть как-то разрешить эту проблему, умерщивляли плоть. Сознание не есть часть мира. Оно не плоть от плоти его. Оно имеет качество других, неведомых этому миру измерений. Прошлое часть ума и в ней его не существует. Но привязанность и привычка к отождествлению придают ему огромную силу. Его нет, но оно как бы есть. И люди тратят все свободное время на обсуждение того, кем был Сталин, вместо того, чтобы сделать хоть что-нибудь здесь и сейчас со своей жизнью. Прошлое бесполезно, как источник разного рода эмоциональных привязанностей. Нужно ясно понимать, что вы привязаны к прошлому только несбывшимися и нереализованными желаниями и ничем больше. Вам хотелось бы, чтобы никто не умирал. Но вот умирает кто-то из родителей и вы погружаетесь в депрессию. Вам хотелось бы торжества справедливости, но ее нет. Подонки правят миром, нисколько не беспокойся о своем посмертном существовании. Разотождествление сознания с желаниями освобождает людей от страданий из-за несовершенства мира. И мы можем увидеть, что мир совершенен, но наши идеи о том, каким он должен быть, делают его неправильным. Любой рост приводит к изменениям. Помните ли вы себя в тот момент, когда у вас появилось сексуальное влечение в самый первый раз? Насколько неожиданным, волнующим и пугающим было это переживание? Примерно то же самое случается с теми, кто начинает расти духовно. Они вырастают из мира, из всех его предрассудков и лжи, которой он пропитан. Каждый новый шаг к изменению бытия связан с шоком, с потерей очередной иллюзии и обретением нового, всегда неожиданного знания. Не просто хоронить родителей, но не менее сложно осознать, что они вам врали всю жизнь. Довольно трудно принять тот факт, что мотивы их действий были гораздо банальнее и глупее, чем вам это объясняли в детстве. Не просто осознать, что, желая выглядеть хорошо, мы врем не только и не столько окружающим, сколько себе. Если человек твердо решил обнаружить истину, ему придется пройти через череду психоэмоциональных шоков разной силы. Каждый шок будет срывать пелену, созданную умом и накинутую на реальность, каждый удар будет приближать искателя к пробуждению. Знание не шутка, не та вещь, которую можно обсуждать на перекуре с приятелями. Оно имеет свою цену, и трансформация бытия лишь малая толика того, что случается с человеком, обретающим знания. Психологические шоки не единственное, что приходится пережить искателю в процессе поиска. Есть и неописуемые вещи. И весь их смысл, помимо того, что искатель узнает благодаря им, заключается в том, что искатель вынужден принимать неприемлемое для себя. То, что раньше принять было невозможно. Допустим, человек не знал, существует ли темная сторона бытия. Допустим, он жил позитивно, верил в божественную любовь и тому подобное. И, наконец, допустим, что его искренний поиск привел его к столкновению с той самой темной стороной. В этот момент человек начинает ощущать, что сходит с ума, поскольку то, что он видит и чувствует, приходит в конфликт со всем, что ему было известно раньше. Он узнает темные истины, от которых обыватели закрыты посредством огрубления своей чувствительности. Ему приходится принять факт присутствия существ, для которых люди всего лишь орудия. Само это принятие меняет его, а полученные знания избавляет от спеси. Навсегда. Тот, кому хоть раз довелось столкнуться с темными чудесами, теряет сомнение в существовании тьмы и света, причем темные чудеса убеждают лучше чудес светлых. Наверное, для этого они и нужны. Степень принятия мироустройства есть показатель духовного роста. Короче говоря, кризисы это неотъемлемая часть духовного пути. Вначале искатель не может принять себя, потом мир и в конце концов Бога. Двигаясь от принятия к принятию он растет и становится с одной стороны все проще, а с другой все величественнее. Его простота есть следствие понимания, следствие видения и адекватности восприятия людей и себя. Его величие в том, что он живет в миру, но силы его не от мира. Теряя мирские привязанности, искатель обретает свободу, которую не с чем сравнить в этом мире. Теряя иллюзии, человек прозревает. Теряя себя, он выходит за пределы того, что поддается описанию, но также он покидает территорию, в рамках которой можно рассуждать о духовности и росте в ней. Он вырос. Безупречность искателя. Безупречное поведение есть недостижимая мечта каждого ответственного человека. Обычно безупречность относится к внешнему. Одежда, манеры и главное соответствие действий человека морали и нормам приличного общества, в котором он живет. Эго всегда заботится тем, что о нем думают люди и стремится заслужить похвалу и всеобщее одобрение, избежав малейшего упрека. Исключением являются личности особого рода, для которых жить в неодобрении есть часть работы, например, наши поп-звезды. Бессознательное стремление к идеальному поведению, соответствующему программе той или иной обусловленности, присуще каждому человеку. Это стремление и есть часть программы. Не болтать лишнего, не выбрасывать хлеб, не передавать деньги из рук в руки, масса мельчайших деталей, почти неуловимых жестов должны сопутствовать безупречному поведению в миру. Никем не оговариваемых правил тысячи, они входят в контекст культуры общества и становятся незримой частью программы обусловленности. Человек, прилюдно нарушающий их, мягко говоря, удивит окружающих. А скорее всего он будет подвергнут осуждению и пострадает его репутация. Однако тысячи правил распределены неравномерно и неодинаково в головах граждан. А участие в разного рода движениях, молодежных субкультурах и религиозных объединениях вводит дополнительные правила поведения, создавая, что называется, новых тараканов в голове. Поэтому невозможно быть безупречным в глазах всех граждан страны. Дай Бог добиться безупречности и уважения хотя бы в своем слое общества. Это тоже непросто, поскольку люди обожают осуждать себя и других. В общем, внешняя безупречность трудна, практически невозможно. Чуть лучше обстоят дела с внутренней безупречностью. Человек принципов может следовать им, невзирая на обстоятельства и невзгоды, и когда он не отступает от своих внутренних правил, приходит удовлетворение от осознания безупречности своих действий. Все люди идей, читая веры в идеи, стремятся к внутренней безупречности и готовы ради этого принимать разного рода мучения. Все мученики жертвы следования идеалу внутренней безупречности. Каждый искатель без исключения является идеалистом. Вера в высший смысл жизни, забота о счастье человечества, желание выйти за пределы физического тела, а также победа над смертью, вот лишь немногие из идей, которые стимулируют искателей. Чем выше их идеализм, тем чаще они склонны отрываться от реальности и доверять совсем уже невменяемым и неправдоподобным сведениям, вроде посланий Сириуса, содержащих бесценные указания для запутавшегося человечества. В таких случаях следование внутренней безупречности превращает искателя в легковерное дитя, живущее фантазиями, или в человека, основывающего свой поиск и практику на заведомой лжи. Адекватность восприятия один из основных признаков осознанности, и к ней должен стремиться любой искренний искатель. Утрата критики в угоду собственной идеалистичности, ситуация, с которой я нередко сталкивался в среде искателей, свидетельствует о внутренней незрелости и требует работы над собой. С точки зрения поиска, следование некритично воспринятым и недоказуемым идеям есть небезупречное действие, потому что оно выпадает из сферы поиска, входя на территорию веры, где поиск завершен, и остается только следование и поклонение. Как известно, существуют два варианта поиска, внешний и внутренний. Точнее, это один и тот же процесс, в котором внешнее является продолжением внутреннего. Любое учение должно иметь практическую часть, выполняя которую, человек приходит к источнику знания, лежащего в его основе. Если практической части нет, или она предлагает нечто размытое, общие правила поведения, следуя которым можно привести в гармонию себя и мир, учение бесполезно. У всех в головах и так полно идей. Зачем же помещать туда еще одну, пусть даже очень красивую, но не дающую ничего бытию человека? Можно возразить, что красота идеи сама по себе будет влиять на состояние ума и косвенно на поведение человека. Может быть, он обретет новую планку внешней безупречности, но внесение новой идеи, конечно же, освежит жизнь человека на время, а потом рожденные ею желания добавят свою долю страданий. И будет человек страдать не из-за нехватки денег на выполнение желаний, как все, а из-за того, что не успевает подготовиться к квантовому скачку вселенной в 2012 году. Безупречность внутреннего поиска человека заключается в том, чтобы проверять на практике, на себе, те учения, которые кажутся ему достоверными и привлекательными. В процессе проверки он убеждается в их истинности или ложности, а также понимает, подходят ли ему пути развития, предлагаемые ими. Исходя из этого, искатель либо выбирает путь, либо продолжает поиск. Кроме того, безупречное отношение к поиску подразумевает постоянное самоосознание, наблюдение причин, по которым то или иное учение выглядит привлекательным. Почему йога, а не дзен? Хочется здоровья и долголетия, приправленных только духовности, то есть нужно беспристрастно отслеживать желания, привлекающие искателя к тому или иному духовному методу или течению. Эта работа, пожалуй, важнее опробования самих методов, потому что помогает узнать себя и способствует внутреннему росту. Внешняя безупречность играет для искателя второстепенную роль, однако он не может игнорировать общество, в котором живет, поэтому его безупречность будет выражаться в адекватном поведении в отношении сограждан. Вовсе не обязательно участвовать в модернизации или распилах, но и вести себя вычурно, вызывая у заранее раздраженных людей еще большее раздражение, по меньшей мере глупо. Ничего кроме вреда для индивидуальной работы искателя это не принесет. Когда искатель обрел свой путь, то безупречность действий будет в точном следовании ему. И тут уж требования пути становятся важнее внешней безупречности. Истина для искателя всегда важнее всего. В этом высшая его безупречность. Когда же он начинает сознательно следовать воле Господа, постепенно обретая единство с ней, то он перестает быть искателем и вопрос о безупречности теряет смысл. Его поиск завершен. Начато новое путешествие с другими подчас необъяснимыми человеческим языком критериями. И это тоже путь, но уже другой. Светлые идеи. Нельзя отрицать того факта, что к духовному поиску приходят только идеалисты, причем их способность посвящать свою жизнь той из идей, которой они прониклись, выражена в крайней степени. Строго говоря, все люди идеалисты, не в философском смысле этого слова, а в самом что ни на есть простом, на уровне каждодневного бытия. Людьми правят идеи, и это факт, не требующий Другое дело, что для кого-то набор идей есть фоновая обусловленность, и присутствие этих идей мало осознается человеком, находящимся под их властью, поскольку он не беспокоится о мотивах своих поступков, говоря себе, ну, делаю так, потому что таким уж я родился. Естественно, что при таком подходе человек может считать себя кем ему нравится, ведь он не знает, какие идеи им движут. Ситуация у крайних идеалистов выглядит иначе. Они всегда знают милую их сердцу, точнее, уму, идею, и некоторые из них готовы отдать за нее жизнь. И они же делят идеи на плохие и хорошие, на светлые и темные. За время существования человечества возникало множество идей, большинство из которых в той или иной форме живы и поныне. Оценка их менялась от эпохи к эпохе, но я не буду подробно рассматривать данный вопрос, поскольку меня интересует только тот набор идей, с которым приходится иметь дело современным искателям. Условно можно разделить эти светлейшие идеи на три группы. О возвышенном и неземном, о том, как человеку обмануть Бога и стать хозяином своей судьбы и мира, и, наконец, как можно достигнуть совершенства и познать себя. Существует еще особая категория текстов мистика поэтического свойства, но понять их, как правило, может только тот, кто уже и так знает о чем они и в курсе значения символов, которые использует автор. В возвышенных текстах обычно рассуждается о любви, красоте, свете и тому подобном непременно с прописной буквы. Кто-то из писателей сказал, писать нужно либо о том, что ты знаешь хорошо, либо о том, чего не знает никто. В этой категории преобладают авторы, пишущие о том, чего не знает никто. Поэтому там можно найти разговоры с Богом, архангелами, наставления инопланетян и тому подобное. Мало кто отважится говорить от своего имени, ведь скованные узкими рамками светлых идей, авторы вынуждены насыщать свои тексты избитыми истинами и разного рода банальностями, которые можно продать только если они услышаны от него самого. В сфере возвышенного процветают все виды лжецов, смешивающих свои фантазии с тем, что сумели усвоить из тех книг, где изложена истина. Те, кто вверенность в себе, пытаются научить людей некоему мошенничеству под видом использования скрытых законов мироздания. Применяя то законы позитивного мышления, то очередной трансерфинг, то другие способы псевдо- и полумагического воздействия на реальность, надеясь обойти основные законы мироздания, они и сами мошенничают со своими читателями. Если у вас ничего не вышло, то виноваты в этом вы сами, ибо не сумели позитивно мыслить и выработать правильное намерение. Беспроигрышная формула, применяемая всеми тоталитарными сектами. В третьей категории можно встретить литературу разного рода. Есть древние трактаты, вроде бы освященные веками, но неизвестно полезные ли в нашем месте и нашем времени. Есть труды мудрецов, вроде Лапсанга Рампе, английского сантехника, обещающего научить выходу из тела за 17 уроков. Есть и довольно полезные книги, но в мутной воде духовного ширпотреба они частенько теряются или выглядят не столь привлекательно. Конечно же остаются классические труды подвижников и священные книги традиционных религий. Но как показывает практика, и здесь для настоящего идеалиста все непросто. Как известно, идеи лежат в основе обусловленности. Также известно, что именно они способствуют формулированию желаний. Желания же в свою очередь ведут к действиям и в зависимости от полученного результата к радости, гневу или печали. В частности гнев приходит как реакция на то, что кто-то осмелился усомниться в истинности идеи, которым привержен человек. И гнев требует выражения, делая человека бессознательным, практически превращая его в животное. Так происходит с любыми идеями, политическими, религиозными, спортивными, музыкальными, разницы нет. И вот люди, любящие Бога, демократию, футбольную команду, музыкальный стиль, совершают насилие над людьми, не разделяющими их идей. Ради любви, ради идеи, которые кажутся очень вдохновляющими и светлыми. И в этом суть бессознательности человека выражение его низшей природы. Очень часто светлые и темные идеи дают на выходе абсолютно одинаковые результаты. Надо ли в таком случае разделять их? И возможно ли это? Вопрос на миллион. В какой момент живое знание становится мертвый идеей? Ответ прост. В тот самый момент, когда слова, несущие вербальное выражение знания, остаются одни, и ни у кого нет никакого опыта в их подтверждении. Тогда, когда утрачивается связь с истиной, все, что было сказано о ней, превращается в набор идей, питающих все виды лжедуховности. Слова становятся самоцелью, и их бесконечные повторения кажутся единственной практикой, приближающей человека к Богу. Что же делать бедному искателю в этой ситуации? Для начала следует понять, что придется расстаться с собственным идеализмом. Вам нравится слово блаженство? Ищите корни своего страдания, освободитесь от него, и потребность в блаженстве исчезнет сама собой. Вам хочется божественной любви? Разберитесь со своими страхами и чувством неприятия себя. Тогда эта идея оставит вас. Слова подобны шором на ваших глазах. Они заслоняют реальность. Идеи, какими бы светлыми они ни были, всегда упрощают реальность. Она искажается и выхолощивается. При сильном упрощении даже истина становится ложью. Знание все еще существует в мире, но если оно не зашифровано в притчах и мистических текстах, то оно передается в форме простых и прямых указаний, следуя которым человек может приобщиться к нему. Не всегда полезно гнаться за древним и сложным. Нередко истина лежит на поверхности, но упускается только потому, что идея в главе искателя диктует ему условия, в которых она может быть получена. Так светлые идеи встают между человеком и истиной. Отталкивайтесь в своем поиске от практики, а не от слов. Помните о том, что каким бы прекрасным не было учения, вам, если вы стремитесь пережить истину, придется выйти за его пределы. Привязанность к любой идее в конце концов становится препятствием, потому что наполняет вас определенными ожиданиями того, что как бы должно произойти. Идея поможет вам вначале, когда благодаря ей возникнет желание, и оно даст вам силы для работы над собой. Но следование идеи доведет вас только до определенной точки пути, после чего с ней нужно расстаться. К этому моменту вас должно вести ваше собственное видение. Я не утверждаю, что на свете не существует таких вещей, как блаженство или любовь. Я лишь говорю, что привязанность к подобного рода словам создает в голове человека идеал, который он сам себе придумал и к которому будет теперь стремиться. А рукотворные идеалы всегда антиреальны. Поэтому результатом его поиска станет бесконечная болтовня о любви, выхолащивающей ее смысл, а должно быть переживание, опыт. Помните о том, что в любой светлой идее всегда есть момент идеализации объекта. И чем она древнее, чем через большее количество голов она прошла, тем фантастичнее стала. И если вам нравится парить в облаках высоких истин, помните о том, что иногда нужно опускаться на землю, чтобы вкусить плодов опыта, вырастающих из зерен каждодневных усилий. Мотивация Самопознание будет поверхностным и неполным, если искатель не уяснит себе мотивы своего поиска. Я исписал довольно много страниц, рассматривая вопросы неправильной постановки цели поиска, но мотивация является первичной, и именно она дает человеку силу двигаться к той или иной из выбранных целей. Среди тех, кто причастен к распространению учения, существует мнение, что около 80% искателей начинают поиск из ситуации страдания, желая избавиться от него. Оставшиеся 20% в этой версии сразу приходят в поиск влекомые с жаждой познания истины. Возможно, когда-то так и было. Теперь же, как я вижу, поголовно все потенциальные искатели пытаются найти выход из своей неудовлетворительной ситуации через духовный поиск. То есть через уход от страданий. Кто-то испытывает страх смерти и надеется от него избавиться. Кто-то боится людей и хочет стать сильнее. Кто-то болеет и мечтает о чудесном исцелении. Ситуация страдания, внутреннего дискомфорта, это всегда ситуация внешней мотивации, когда внешние раздражители заставляют человека искать решение. Мотивация ухода от страдания предполагает невысокие цели, иначе и быть не может. Ведь обезболивание не есть трансформация бытия. Поэтому процветают учителя, обещающие последователям вневременное блаженство. Поэтому поиск божественного становится утилитарным занятием. Ведь Бог это универсальный обезболиватель. Бессмертие, блаженство, любовь, почти что описание впечатлений от употребления нового синтетического наркотика. Поиск облегчения всегда приводит к чему-нибудь наркотическому и неважно, какую форму принимает зависимость, будь то алкоголь, групповая психотерапия, секс, йога или медитации под руководством опытного тренера. Смотрите и слушайте. Будда, объявляя жизнь страданиям, предлагал избавиться от желаний. Его призыв был направлен на обращение людей к собственной сути, и он останавливался на пороге, не говоря ничего о том, о чем невозможно сказать. Но работа с желаниями, как источником страданий, была в центре учения. Теперь же люди хотят избавиться от страданий, не трогая желания, и даже наоборот, культивируя их правильным образом. В этом основная ошибка современных искателей. Они ищут лазейки для того, чтобы продолжать желать, не страдая. Это глубочайшая ошибка мотивации. Внешняя мотивация всегда ущербна. Она не ведет дальше мечты об изменении внешних обстоятельств. Тому, кто страдает от людей, всегда хочется изоляции, некоего уединения, в котором он мог бы насладиться покоем. Однако причина, по которой окружающие превращаются в фактор раздражения и напряжения, лежит не снаружи, а внутри человека. Не понимая этого, точнее, не желая видеть сей факт, человек, зависимый от своего страха, ищет освобождение через другую зависимость, будь то отношения, обучающие семинары или транквилизаторы. Наверное, именно эта ситуация описывается пословицей «клин клином вышибают». Желание не страдать, соотносящиеся со страхом боли, делает людей слабыми и зависимыми. На нем испокон веков стоит власть тиранов и все виды лжи об освобождении человека. Благодаря такой мотивации искатели ищут легкие пути, которых нет. Точнее, они как бы есть, но либо никуда не ведут, либо оказываются легкими только на первый взгляд. В общем, желание не страдать, в конечном итоге, как и любое другое желание ведет к страданию. Странный и жесткий разрыв между знанием предков и нынешним положением человека заключен в том бесспорном факте, что никогда прежде комфорт не был столь доступен. Болезни, смерть, голод и все виды лишений сопутствовали человеческой жизни во все времена, и только в последние десятилетия у нас появилась иллюзия того, что мы стали равнопостольными, почти с небольшой скидкой равными Богу. В прежние времена усилие было нормальной и неотъемлемой частью жизни. Теперь же сидение за компьютером заменяет физический труд, а изнеженность становится привычным состоянием новых поколений. Доступность удовлетворения основных нужд, на основе которых не забудем возникают желания, ставят людей в ситуацию, в которой приложение усилий выглядит бессмыслицей. Варвары в свое время уничтожили Рим, а лимитчики захватили Москву. Примерно то же самое происходит сейчас, когда ближневосточные племена держат в страхе большую половину человечества, только потому, что их мотивация сильнее. Им нечего терять, они не привыкли к комфорту, и они точно знают, что безусильная жизнь приводит к вырождению. Тот, кто ищет путь, должен стать подобным варвару. Ему придется стать необузданным и диким с точки зрения окружающих, тех, кто видит сны о моральной ответственности и своей безопасности. Страдания, из которых он начал свой поиск, станут нелепыми в свете новых открытий, открытий в себе и в окружающем мире. Только его решимость разрушить Рим, то есть расстаться со своей обусловленностью, поможет ему увидеть истину. Некие провидцы считали, что наш век является веком скорби и нереализованности, в исходном первоначальном смысле этого слова. Были придуманы истории про Кали-Югу ужасное время, когда человек полностью теряет свою связь с Создателем. Глядя по сторонам, может показаться, что так оно и есть. Действительно, ощущение того, что ад на Земле уже случился, появляется после просмотра любого выпуска новостей. Однако это не повод не искать путь. Пусть весь мир есть юдоль скорби, пусть люди не знают ничего, кроме страдания и надежд на избавление от него. Путь существует, дверь открыта, осталось найти тех, кто готов пройти по нему. То, о чем я пишу, может быть воспринято по-разному. Я не исключаю, что кому-то мои слова покажутся богохульством, хотя я преисполнен благоговение в момент написания этих строк. Поиск, начатый из ситуации страдания, всегда слаб, потому что главный в нем жалость к себе, ослабляющая человека. Но если нет другого пути, если страдание является центром вашего бытия, начинайте с него, но помните, избавление от страданий неразрывно связано с переживанием истины. И если вам плохо, смотрите внутрь, ведь источник страдания находится именно там. Вы сами этот источник. Истинные мотивации никогда не примет в расчет внешние обстоятельства. Их уже после принятого решения берет в расчет ум. Страдание выбор того, кто страдает. Разные люди, оказавшись в одинаковых обстоятельствах, выдают неодинаковые реакции. Суть в том, что человек не обязан страдать, и его поиск выхода из страданий, не ведущий к выходу, не является единственной реальностью. В истинном поиске всегда наступает момент, когда старая мотивация исчерпывает себя. Она устаревает, потому что человек растет. Наступает кризис. То, что было важным и значительным раньше, потеряло свою ценность, и совершенно неясно, куда двигаться дальше. Вот мой совет. Если страдание перестало быть двигателем поиска, и вы обрели равновесие, не останавливайтесь. Этот момент благословления. Вы свободны, хотя бы частично, от прошлого и открыты для восприятия будущего. Мотивируйте себя желанием узнать, почему вы появились на свет, почему это произошло тогда, когда произошло, почему ваша жизнь, в конце концов, привела вас к этим вопросам. Мотивируйтесь желанием познания, желанием переживания истины. Только эта мотивация имеет смысл и ведет к Богу. До нее нужно дорасти, это правда, но только она ведет человека к тем ответам, вопросы, на которые мучают его всю его жизнь. О недостаточном усилии. Разные люди по-разному приходят к одной и той же цели, неважно блаженство это или страдание. Им требуется разное количество времени, денег и личных усилий для того, чтобы попасть в одну и ту же точку или состояние. Великой загадкой остается вопрос, почему при одинаковых внешних исходных данных одному открывается теория относительности, другому способ незаметно подворовывать на своем рабочем месте. Ответ, как и всегда, лежит внутри каждого человека. Вектор цели, вектор желания направляют его к тому или иному результату. Опустим фактор судьбы или предопределения. Рассмотрим ситуацию так, если бы все зависело только от самого его личные усилия становятся определяющим условием достижения поставленной цели. И если их недостаточно, человек постепенно превращается в неудачника. Высшая цель, доступная человеку в этой жизни и единственная его достойная есть познание Бога, достигаемое через познание себя и природы своего сознания. Это работа, требующая полной самоотдачи и серьезных усилий. Если относиться к ней как к способу убить время и развлечься, нельзя рассчитывать на успех. Когда искатель только начинает свой поиск, он органически не может вложить в усилия все 100% доступные ему энергии. Он не умеет этого делать, он никогда так не работал. Он привык к тому, что работа является неприятной необходимостью и нужно по возможности безболезненно отбыть номер, чтобы затем насладиться активным отдыхом. В результате развивается привычка не вкладываться целиком ни во что и энергия уходит в подавление и контроль эмоций и желаний. Или тратиться впустую на тупое сидение перед зомби панелью. Или на поиск себе подобных в социальных сетях интернета. В такой ситуации даже правильные внешние условия могут не дать должного эффекта. Занимаясь к примеру в группе искатель преспокойно может не вкладываться в работу надеясь на всесильное русское авось и на энергию мастера. Точно так же сидя в медитации по три часа можно витать в облаках мечтаний вместо осознанного присутствия в себе. Превозмогать внутреннюю инерцию менять свои привычки механистичность накопленную годами очень трудно но это не повод жалеть себя ничего не делая. Поэтому каждый искатель должен остро осознавать собственное несовершенство. Я знаю что Оша говорил обратное и согласен с ним в той части которая касается неуверенности в себе и комплекса неполноценности. Но в том что касается преодоления своей низшей животной природы есть только один ключ всегда и везде помнить о том что она хочет следовать инстинктам и потакать желанием никогда не напрягаясь. Она подобна воде которая всегда течет на землю хочет спускать всю энергию вниз на удовольствие. Только помня об этом человек может находить в себе силы преодолевать механистические позывы привычек. Постоянно осознавая свою внутреннюю обезьяну которая готова на что угодно лишь бы ничего не делать человек становится человеком в том смысле который уготован ему Господом. В этом усилии он рождается в новом смысле как сознательное существо которое не зависит от механистических законов мира. мы живем в условиях которые не очень-то способствуют глубокому духовному поиску. Наверное из-за этого стали столь популярными учения пропагандирующие разные формы магических упражнений. Думайте правильно имейте правильные намерения визуализируйте свою цель невозможно визуализировать Бога невозможно даже близко подойти к переживанию этой невыразимой связи находясь в рамках ума. Магия всегда была утилитарным знанием закрывавшим истинный путь тем кто ею увлекся. Тем не менее истинный путь все еще существует и он открыт для тех кто готов его пройти. Минимальные требования невелики не жалеть себя вкладываться в любую технику так как если бы она была последней в этой жизни стать внутренним аскетом. Внутренний аскетизм это очень простая вещь что бы ни делал любой из искателей он должен осознавать что главная его цель переживания истины Бога. Куда бы он не попал в каком бы состоянии не находился его истинная цель всегда должна быть осознаваема им и ничто в мире не должно отвлекать его от этого осознания. Весь мир становится вторичным относительно этой цели при правильном отношении. Я знаю насколько это непросто но я также знаю что все описанное мной возможно поэтому отдайте то время которое вы сами отвели на практику осознанности только ей забыв про все остальное. Не делите это время с мечтами и ожиданиями будьте осознанными без остатка целиком. Бог есть единственная реальность свидетельством которой является наше сознание. В тот момент когда мы осознаем и помним цель своего поиска мы зовем его и я не знаю ни одного случая чтобы он не откликнулся на искренний зов. Осознание смерти смерть всегда приходит как некая внешняя вещь как ситуация против которой у человека нет достойных аргументов странно но факт костлявая старуха с косой в представлениях людей всегда приходит снаружи смерть в восприятии человека всегда внешняя сила касающаяся его лишь однажды тем не менее именно со смертью связаны важнейшие жизненные вопросы первое осознание смерти приходит к нам через окружающее вот говорят утонул твой одноклассник и ты вдруг понимаешь что никогда больше его не увидишь и не поговоришь с ним ни о чем ситуация становится необратимой мы стараемся не думать о том что все близкие нам люди умрут и не думая об этом мы пытаемся забыть о неизбежности своей смерти болезнь не ведущая к смерти обратима сама же смерть есть символ необратимости и потери любой надежды надежда это то чем живут люди и смерть неприемлема с точки зрения утраты всех перспектив смотреть на мертвецов неприятно особенно когда любишь гламур и познавательные передачи на мтв проблема в том что каждому из нас предстоит стать мертвецом но мы не готовы обсуждать данный факт слабость тела которую время от времени чувствует каждый человек также не дает нам забытие приходящести нашего существования эта уязвимость непрочность еще раз позволяет воспринять смерть как внешний фактор ведь автомобильная авария или упавшая с крыши сосулька могут в любой момент отправить нас на тот свет при этом тело устроено таким образом что оно пытается продолжать жить во всякой даже самой неблагоприятной ситуации все механизмы функционирования тела настроены на выживание и тело цепляется за существование до последнего хрупкость жизни приводит человека к борьбе со смертью точнее к необходимости такой борьбы мы спасаем новорожденных чем бы они не болели лишая смысла естественный отбор и гордясь собою при этом наше потомство накапливает дефективный генетический материал что аукнется нам в ближайшие десятилетия и даже теперь очевиден прирост нездоровья у молодых но наше желание победить смерть гонит нас и дальше спасать тех кому надо умереть тело которое является объектом грядущей смерти связано со всеми остальными низшими телами и тянет их за собой в небытие умирает физическое тело остальные ввиду его отсутствия теряют связь с этим миром а разрыв связи в конечном итоге приводит к их исчезновению из этого самого мира физическое тело есть необходимые условия для жизни человека в мире тому кто считает что наша жизнь не выходит за пределы физического а также тем кто что-то слышал про душу но крепко-накрепко отождествлен с телом практически невозможно освободиться от страха смерти он будет преследовать их в разных формах где бы они не находились чем бы ни занимались одна из основ человеческой бессознательности помимо отождествления с низшей природой заключается в желании не помнить о неминуемости нашего ухода из жизни страх смерти как и положено порождает в нас желание жить и наоборот возникнув однажды после первого осознания человеком своей невечности они продолжают питать друг друга до самого конца и вот парадокс для того чтобы человек смог избавиться от страха умирания ему нужно перестать желать жить такое случается со стариками чьи энергии ослабевают настолько что их не хватает на поддержание желаний кроме того люди чья жизнь переполнена страданием тяжело больные или те чей внутренний конфликт между обусловленностью и желанием слишком силен могут начать добровольно искать смерти разные религиозные традиции примерно одинаково решали вопрос желание жить как правило через уход от мира и его искушений еще при жизни для этой цели основывались монастыри и монашеские ордена в которых изначально закладывалось главное правило жить так как будто ты уже умер для мирских наслаждений кому-то помогали подобные установки кому-то нет но доля правды в таком подходе к вопросу существует идти по жизни так как если бы тебя уже не было как будто ты отсутствуешь помогает например в работе с привязанностями и в практике разотождествления этот же подход полезен при наблюдении собственного страха той же смерти и уравновешивающего его желание жить вечно понятие факта бренности своего тела неизбежности гибели всего живого и приходящести существования целых миров невозможно пока внутри присутствует желание жить отсюда появляется цепляние за жизнь проявляющие себя в самых разных формах от стремления сберечь тело что понимается как сберечь себя до бесконечного стремления к разного рода чувственным удовольствиям один питается правильно чтобы сохранить здоровье как можно дольше другой же есть все что хочется все что надо и не надо поскольку один раз живем с точки зрения осознанности оба подхода неправильны ведь никакое правильное питание или изысканная трапеза не скомпенсирует вреда приносимого телу энергии подавленного страха страх в некотором смысле и есть представитель агент смерти внутри человеческого существа нам предлагают веру в посмертное существование и множество духовных писателей приводят около научное обоснование данного посыла есть люди взвешивающие трупы на весах и узнавшие что душа весит 9 граммов есть ученые посвятившие свою жизнь обоснованию того что происходит с душой умершего в 9 40 дней после смерти и на годовщину обо всем этом и многом тому подобном кто-нибудь регулярно рассуждает в телевизоре общение же с людьми показывает мне что вся эта вера и знания не избавляют их от страха от него вообще не может быть избавление снаружи с другой стороны есть утверждение что страх смерти отступает только в момент просветления когда спадает завеса невежества человек осознает свою природу вспоминает прошлые жизни и всякое такое что тут скажешь может и так однако я встречал людей утверждавших что они помнят свои прошлые воплощения но не видел в их глазах того спокойствия которое дает бесстрашие и знания истины метафизические жизни смерть всего лишь еще одна пара дуальностей которыми наполнен наш мир огонь и лед в некотором роде как и всякие другие противоположности как свет и тьма они не могут существовать одновременно присутствует либо одно либо другое их сочетание придает бытию динамизм наполняет его энергией жизнь возникает благодаря нисходящему потоку творения смерть вводит человека в восходящий поток и ответ на вопрос хорошо это или плохо зависит от осознанности человека однако есть ответы на другой не менее важный вопрос почему общераспространенным среди людей ощущением является восприятие смерти как чего-то происходящего извне ответ простой у нас внутри смерти нет то есть может присутствовать идея смерти вызывающая страх и прочие движения но осознать смерть человеку не дано у нас внутри нет даже ощущения собственного возраста потому что осознанию неведомо такое понятие и уж конечно оно даже не подозревает о существовании какой-то там смерти может ли умереть солнечный свет он может только исчезнуть на время наступления ночи чтобы вновь засиять с утра теоретически он пропадет насовсем когда погаснет солнце так и наше сознание неведующее смерти будет присутствовать до окончания творения если такое вдруг случится обратите свое внимание внутрь себя и вы поймете от чего не стареют душой ветераны как пелось в одной песне также вы сможете увидеть что представление о смерти есть часть содержимого ума не имеющая никакого отношения к вашему сознанию и смерть тела воспринимается сознанием как внешняя вещь потому что и тело для него есть нечто внешнее тело видится проводником сознания в этом уровне бытия не более того и потому смерть не может даже коснуться того что бессмертно но игра есть игра поэтому страх смерти полезен в качестве мотиватора а сама смерть порою избавляет человечество от тиранов появляясь с нисходящим потоком мы исчезаем в восходящем а творение в том числе и благодаря нашему пребыванию здесь все продолжается и продолжается все продолжается Продолжение следует...